Мы начинаем второй день с опозданием, 23 минуты. Это не есть хорошо. Я просил всех как-то войти в ритм. Вчера мы из него первый день вывалились, но у нас были три дополнительных выступления в этом отношении. Тут надо, конечно, уважать гостей и попытаться это максимально использовать, но свою работу надо организовывать, стараться лучше. Итак, второй день. Тема оценка развития планов развития энергетики региона, оценка нежелательного, недопустимого развития энергетики, критерий энергобезопасности. Какая энергетика нам не нужна? Я заметил, заходя в группу энергобезопасности в генерации, что есть сложность, она, наверное, у остальных есть, а есть сложность самоопределения группы. Она не преодолена на этот день, может быть, к концу дня уже и преодолена. Группа может эффективно и увлеченно работать, но при этом без самоопределения или не с полным самоопределением. И это мешает работать. Это не понимание, что группа делает, а само по себе оно либо приводит к уходу в сторону куда-то, либо приводит к растерянности, к ощущению растерянности, что мы делаем, и группа перестает работать. Вот это вот задача, которая должна быть нами решена. Я попытаюсь сейчас изобразить схематично, о чем я говорю примерно. Может быть, это имеет смысл показать. Может быть, для кого-то это уже совершенно не новость. Слышно, да? Есть программа, есть. Темы дней. Если схематично изобразить, то у нас есть тематическая рамка, можно сказать, внутри которой обсуждение должно вестись. За рамками это уже разговор не по существу будет, не по предметной области. Скажем, энергобезопасность Свердловской области. И дальше есть, скажем, такие фазы рассмотрения. Что есть, и это, сами понимаете, то, что мы обсуждали вчера. Можно писать какие-то списки того, что есть. Здесь, что в программе. Что в программе. Что должно быть? Есть группы. Ну, скажем, условно, назовем генерация. Там, скажем, сети. Например, экология. И понятно, что каждая группа может какие-то утверждения сделать. Свои в том-то и дело. И они не будут пересекаться. Эти с этими, эти с этими, эти с этими. Хотя один и тот же такт, один и тот же день, одна и та же тема. Но эти утверждения должны быть разными. И, соответственно, если группа работает с одним своим названием, но по разным темам, то эти тоже должны быть разными. То есть, когда группа говорит о том, что есть, она не должна говорить о том, что есть в программе. Если она говорит о том, что есть в программе, то не должна говорить о том, что должно быть. Таким образом, получается, если группа генерация сегодня работает, то она должна работать это вот здесь вот. Да? Ну и соответственно каждый должен определить сам себя. Вот иногда это не получается и не удерживается в голове. Есть вопросы? Нет? Если эта работа не сделана, я понимаю, что это приводит, да, не потратили время на эту работу, вот так сказал бы, то мы потеряем много времени, выполняя ненужную работу, ненужную сегодня, может нужную завтра, а сегодня как? Работаем тогда неэффективно. Этого тоже мало. Надо еще понимать, а что группа собственно собирается сделать? Что она хотела бы сделать по поводу, в течение всей игры, что должно быть ее результатом? Что собирается получить в конце? Вот некий итог. Что здесь? Если ответ на этот вопрос есть, то легче двигаться. Если нет, то мы просто движемся по дням, не понимая, зачем мы это делаем. И вот это вот, это тоже самоопределение группы. Это самоопределение группы, что мы должны там получить, оно где-то туда должно быть выложено, как это путеводная звезда. И мы должны в этом направлении двигаться и понимаем, мы то, что говорим, относится к тому, что мы договорились сделать или не относится. Если не относится, то мы опять же, вроде бы находясь здесь, теряем время. То есть мы не работаем на свою цель, на свою задачу, а вроде бы находимся в тематических рамках вполне. Вот я не знаю, насколько эти вещи понимаются на первый день, я думаю, что сложно. Но второй день, вроде бы уже надо понимать, что свою работу мы должны оценивать. В том числе на такте рефлексия мы оцениваем, что мы делали, что мы сделали в течение всего дня, и в том числе, что мы представили на плену, не как содержание, а как действие. Вот что мы сделали. Мы можем вечером оценить это и сказать, ох, мы говорили отчасти ни по теме дня, ни по цели группы, или мы продвинулись к цели группы, или мы не продвинулись. Мы хотели сделать все правильно, но сделали ли, получилось ли, насколько мы продвинулись, насколько нам это помогло. Еще один вопрос. Взаимодействие с группами. Оно тоже должно входить в самоопределение, поскольку мы должны использовать вот это игровое пространство, и этот ресурс, а другого ресурса у нас нету, для того, чтобы продвигаться по своим целям. А насколько мы взаимодействуем с другими группами? Ведь иногда мы, группа начинает работать на себя, и одновременно прорабатывать вот еще вот эти вот области. А что, там, из-за экологии поговорим, из-за то, из-за сего. И это вообще-то надо делать. Мы должны понимать, что мы делаем кусочек, а все делаем целое. Мы не можем сделать целое в одиночку, одной группой. Но каким образом сделать таким образом? Сделать так, чтобы использовать наработки других групп. Задачка очень непростая, на мой взгляд, неочевидна. Потому что мы должны понимать тогда, а что делает в это время другая группа, которая нам нужна? Как мы можем построить взаимодействие с ней? Это вот еще один аспект, который я не буду отражать, но почему бы не отразить? Вот, например, какие-то взаимодействия, как они должны быть построены. Это тоже момент самоопределения. И тогда у нас постепенно должно прийти понимание, а что мы делаем все вместе? Все вместе сообща, вот куда мы движемся. Почему мы друг другу нужны для того, чтобы получить ответ на какой-то самый главный или интегральный вопрос этой игры? Есть ли тут вопросы? Нету. Значит ли это, что это вполне понятно? Не значит, что понятно. Значит ли это, может быть понятно кому-то. Значит ли это, что группы именно вот это уже, это для себя уже поняли и именно в соответствии с этим уже работают? Уже сейчас. Есть такое, да? Есть такое. Но тогда, смотрите, тогда мы можем сейчас, слушая доклады групп, отдавать себе отчет. Сами, да? Вполне ли у нас сложилось это самоопределение? Соответственно, соответствуем ли мы своими действиями этому самоопределению? Есть ли оно вообще? И про другие группы, судя, вот они самоопределились, правильно ли они самоопределились. То есть критика наша, ваша критика других докладов может исходить еще и из этого. Насколько группа вообще адекватна, скажем так. Она понимает, где она находится, что она делает, что она должна делать. По сравнению с тем, что она должна делать. Если такие расхождения есть, я думаю, вы можете предъявить просто этому докладчику или этой группе, что, ребята, у вас ус отклеился. Это что-то большие видео. Принимается? Я предлагаю таким образом настроиться на понимание друг друга и на организацию какого-то взаимодействия через понимание того, что каждый понимает, что он делает, каждый понимает, что делает его группа, каждый понимает предели каком-то, каждый понимает, что мы делаем все вместе. Вот такое вступление. Я прошу к нему отнестись на вечерних собраниях рефлексивных и попытаться с этой точки зрения оценить свою работу. Спасибо, продолжаем. Так, группа кадровые аспекты энергобезопасности. Сверху лежала. Я всех приветствую. Меня зовут Шиляева Мария. Группа номер 7. Кадровые аспекты энергобезопасности. Наша тема доклада – оценка планов развития энергетики региона с точки зрения кадрового ресурса. Следующий фалик. Цель доклада – оценить место кадрового ресурса в представленной программе. Следующий фалик, пожалуйста. Энергобезопасность – это состояние, достигаемое совокупностью мероприятий и действий, обеспечивающих доступность, надежность и бесперебойность энергии для потребителя. Критерии. Первое – доступность экономическая и технологическая. Второе – надежность, отсутствие аварийных ситуаций, безопасность для жизни. Третье – бесперебойность. Позиция нашей группы – мы – это кадровый ресурс. Мы – люди, замотивированные работать. Могу пояснить этот рисунок? Рисунок называется понятие кадрового ресурса. Трудовые ресурсы – это большой объем людей, это трудоспособное население, достигшее определенного возраста и не имеющее противопоказаний медицинских. Кадровый ресурс – это люди, которые заинтересованы работать в данной области. И персонал – это люди, которые уже работают в энергетике. Следующий. Результаты оценки, перспективы, которые мы видим в плане для себя. Первое – серьезные инвестиции в отрасль увеличат качество возможностей применить свои компетенции. И второе – для реализации этой программы требуются управленцы. Почему не мы? Хорошая возможность для карьерного роста. Результаты оценки. Чего не хватает в программе? Первое – кадры, необходимые для реализации данной программы. Обеспеченность кадров и объем созданных мест. Работа с вузами с точки зрения подготовки кадров, как количественной, так и качественной. И четвертое – объем информации о программе и пути информирования кадровых ресурсов. Выводы. Реализация программы зависит от нас. Но при разработке программы про нас просто забыли. Ваши вопросы? А зачем вы нам нужны? Вы же неграмотны при разработке. Ну, я файлик составляла. Нет, пожалуйста, принимается. Только непонятно, зачем вы нужны нам? Ну, а кто будет реализовывать по вашему? Для начала еще надо доработать, провести экспертизу программы, поправить ее, сделать ее настоящей программой развития, а потом уже реализовывать. А потом наймем людей и реализуют. Это уже не проблема. Проблема – создать программу. Проблема – сделать так, чтобы эта программа была программой развития, чего пока мы не видим. Я думаю, сегодня эта критика может быть и появится. Я очень надеюсь на это. А вы как считаете? Я думаю, все равно программу нужно ориентироваться еще на то, кто ее будет реализовывать, и есть ли на это возможности и люди, и подготовленные кадры. Да, но не всякие же люди. Чего не хватает программе? Кадры, необходимые для реализации данной программы. Есть такой слайд, он такой, можно его поднять сюда? Пункт номер один. Пункт номер один. Я не знаю, какой это слайд. Чего не хватает программе? Следующий. Следующий. Еще. Это не то. Дальше. Помню, как. Еще. Вот, следующий. Вот, спасибо. Пункт первый. Он мне очень близок, он трогает мою душу. Кадры. Чего не хватает программе в кадровом плане? И вот, мне кажется, очень близко к этому пришли. Кадры необходимы для реализации данной программы. А разрабатывать кто будет? Ну, как я понимаю, ее доработать. Что такое реализация? Это таджики, которые будут бегать с носилками и строить электростанцию, например. Ну, разве в этом проблема? Проблема же в разработке программы. Ну, а компетент. Может быть, вы имели в виду в разработке и реализации? И в разработке и реализации. Отлично, тогда я с вами согласен. Тогда получается, что надо отвечать на вопрос, а кто способен разработать программу? Компетентные люди, компетентные работники. Да, да, да. Ну, вот, что такое компетентные люди? Ведь в этом острие нашего вопроса. В чем проблема, настоящая проблема? Нужны люди, которые способны разработать программу развития энергетики из Средневековской области. Настоящую. А не эту. Так ведь? Вы же со мной согласитесь, наверное? Да. Да, и эта проблема кадровая. Ну, скорее всего, кадровая проблема зависит еще от обучения, от качества обучения. Проходите сюда, мы как раз обсудим эту тему, сообща с залом. Я прошу вас подключаться. Да. Безусловно, для реализации программы нужны кадры. Это да. И я разделяю, как бы, тревогу, озабоченность тех людей, которые говорят о том, что у нас нет людей для развития энергетики, даже для функционирования энергетики. Есть такие проблемы. Эта тема постоянно возникает. Но, если понимать развитие энергетики только в реализации кем-то написанных программ, то я думаю, что это некая редукция. И я вот рад, что я услышал согласие, во всяком случае, докладчика о возможной группе или нет, что вообще есть проблема еще кадров для разработки программы. Потому что, чей замысел будут разработать те вот те самые искомые люди? Чужой или свой? Нет, я прошу, чтобы кто-то ответил из группы на вопросы, или вы? Так, сложный вопрос. Кто-нибудь понял вопрос? И мне сложно самому тоже его формулировать, видимо, я плохо доношу его. Пожалуйста. Да, 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 да. Ну, просто пока вот вопрос плохо понимается, кто-то может мне помочь? Я вот могу, наверное, помочь тем, что, когда у вас возможно понимание, а как группа воспринимает программу? Как законченный документ или как... О, спасибо. Хорошую наметку. Группа воспринимает ее как хорошую наметку, но не как законченный документ. Хорошо, отлично. Очень близко мне тоже. То есть надо ее тогда сделать законченным документом, безусловно? Ну, да. Вот группа в этом отношении тоже работала в направлении, какие кадры нужны для доработки программы, для разработки настоящей программы, да? Да, тут просто не рассмотрен кадровый аспект. В том-то и дело, в программе не рассмотрен кадровый аспект, и в том числе тот аспект, кто эту программу должен разрабатывать. Не рассмотрен, это брак, это дефицит. И что делать? Группа готова работать в этом направлении? Подбирать кадры. Подбирать кадры. Подбирать кадры. Будем подбирать? Когда? Здесь, вот здесь на игре. Или мы будем, или это решать, или эту задачу будут решать другие. А мы им скажем, у вас тут замечание, вот тут у вас нет нормальных людей, которые способны это разработать. И с этим закончим игру. Может завтра выезжать. Вот тезис готов. Только чуть-чуть дописать. Или как? У нас затрудняется ответить на вопрос. А может группа поможет, действительно. А где группа? Поднимите руки. Группа где сидит? Вон. А, у вас 4 человека. 3. 4. Возьмите микрофон. Они еще не готовы ответить. Ну, не готовы. Так надо сказать, что они готовы. Пожалуйста. Пожалуйста. На самом деле мы вопрос услышали и молчание это затем, что мы его начали обсуждать и пока не готовы дать ответ. Пока не готовы, да? Не то, что готовы или не готовы, а насколько качественно сможем мы это сделать и сможем ли мы это сделать. Или все-таки это лучше доверить профессионалам? Можно перевернуть тогда слайд? Знаете, куда? Сейчас. Слайд с кружочками. Позиция группы. Это про что? Мы люди замотивированные работать. Мы кадровый ресурс. Да. А где здесь написано, что мы не готовы? Здесь нету вот этого тезиса, вот этого тезиса вашего нету. А он очень важен. Я предлагаю его сюда вписать жирным шрифтом, красными буквами. Мы не готовы. Я прошу прощения, я просто не помню, чтобы я сказал, что мы не готовы. Я сказал, что мы не можем понять, способны ли мы качественно это сделать. А, тогда так надо написать. Мы сомневаемся, что мы это те кадры, которые нужны для разработки программы. Тоже верно. Ну, во всяком случае, правда. И мы зафиксируем проблему тогда. Программы нету, разрабатывать ее некому. Кадров для нее пока нету. Кадры, которые говорят мы, это тот, кто есть и готов что-то делать, сомневаются в своих силах. Ну да, наверное, да. Да, пожалуйста, Саш. А можно осуждение? Да, пожалуйста. Ну вот, глядя на вот этот слайд, у меня такое ощущение, что группа не самоопределилась. То, что здесь написано, мне кажется, что группа занимает позицию типичного бревна. Бревна, с которым, собственно, кому-то что-то можно делать. Что-то, значит, мы такой ресурс, замотивированные работать и как бы все. Да, и, собственно, видимо, группа ожидает, что кто-то даст работу. Я предлагаю группе всерьез задуматься над такой, не знаю, может быть, это, типа, ключевая компетенция, может быть, способность решать проблемы потребителя. Собственно, как одна из ключевых компетенций, собственно, одна из ключевой компетенций, собственно, любого кадра, кажется. Вот. Так. Да. Все. Спасибо. А потребителям нужна программа развития энергетики? Да, нужна. Нужна. А ее разработать некому. Получается то же самое. Мы, получается, утверждаем то же самое. Программа должна быть адекватна запросам. А для этого она должна быть разработана. А разрабатывать ее некому. Да, но надо признать, что, собственно, потребителям нужно еще кое-что, кроме программы. Так. Еще кое-что. Вот. Все. Ну, понятно, понятно. Ну, программа-то нужна ведь. Мы же не можем обойти этот факт. Программа нужна. Что делать с этим, непонятно. Причем первое, на что мы натыкаемся, кто это сделает. Пожалуйста. Марсель. Группа ресурсы. Значит, правильно ли я понял, что группа не рассматривала вопросы, что, ну, чтобы разработать данную программу, то есть, как бы рассмотреть все аспекты, необходимые люди, которые уже в этом, как бы сказать, ну, варятся, что ли, то есть, которые, ну, в данной, как бы, данной отрасли уже давно. И как замотивировать людей, то есть, которые уже, допустим, ну, то есть, неэффективнее работать, а именно необходимые люди для разработки данной программы из разных отраслей, то есть, вот именно которые, ну, поделились по группам, то есть, и как бы вот в этом аспекте, мне кажется, группа не доработала, что ли, не рассматривается, что, допустим, допустим, недостаточно, чтобы работник был, как сказать, ну, с высшим образованием только, то есть, необходим еще опыт, то есть, чтобы именно он был в этой деятельности, как бы, ну, как сказать, профессионалом, то есть, только высшее образование и, ну, вот какие-то такие… Это как бы нам, ну, как сказать, ну, да, то есть работник с высшим только образованием, допустим, он не сможет разработать, ну, как бы сказать, полную программу, то есть, нужны, как бы, опытные люди в этом вопросе, то есть, я вот с такой точки зрения, то есть, как бы… А где их взять? Так вот, я хочу сказать, что, как замотивировать работника, который, ну, уже, допустим, ну, работает в какой-то отрасли, чтобы, ну, именно разрабатывать данную программу, то есть, нету мотивации, то есть, как бы он работает, работает… Значит, мотивации нету, кадров нету, программы не будет, развития не будет, да? Нет, вот именно, чтобы в этом аспекте как бы рассмотрели, то есть… Кто? Ну, группа, которая будет заниматься кадром. Мы, по-моему, рассматривали это еще и вчера в недостатках, или еще появится несколько слайдов, и в них будет указано уже именно недостатки. Коллеги, я понял, что наши виртуальные участники, сейчас там пока 19 человек, но там уже, там уже идут тоже дискуссии на эту тему, и мне сейчас позвонили и говорят, что давно просят слово. Сергей Михайлович Норкин, я, правда, его в чате там не вижу. Кто такой? А? Седьмой. Есть предположение, что седьмой, он возмущен, что его не узнают. Но надо седьмой написать, что вы Сергей Михайлович Норкин, тогда нам будет точнее, ясно. Я понял, что вы просите слово. Коллеги, я прошу, смотрите, за чатом я не успеваю. И если там есть реакции с просьбой выступить по теме, обсуждаемой сейчас, то, конечно, надо дать слово. Давайте дадим. Можно это сделать? Сергей, вы в сети, говорите, у вас есть что сказать. Нет, Сергей, вас не слышно. Попробуйте через настройки звука сначала отстроить микрофон. Так, он написал, что перезагружается. Итак, ну, поскольку техническая пауза возникла, сейчас, я думаю, мы услышим. Есть какие-то соображения по поводу поднятого вопроса? Есть две руки, передайте микрофон, пожалуйста. Грубо организации и информационных аспектов энергобезопасности. У меня такое осуждение, либо вопрос даже. Вы рассматривали тему «Не надо достичь кадров в будущем» при связи с внедрением новых автоматизированных технологических процессов? Рассматривали. Я просто это не увидел и не услышал. Аня, пожалуйста. Есть суждение к вашей группе на сегодня, что девиз вашего сегодня рабочего дня был такой. Пусть кто-то для нас что-то сделает, а потом, может быть, если мы сможем, мы что-нибудь реализуем. Но если учесть, что вы себя смотивировали, как мы люди, позиционировали, то, возможно, что-то для вас разработать должны роботы. Ну, а кто еще, кроме людей, это сделает? Во всяком случае, да, вот эта первая фаза, она остается непонятной. Кто разработает программу? Кто может? Пожалуйста, Игорь. Игорь, группа ресурсов. У меня вопрос. Я правильно понимаю, что вы замотивированы работать люди, замотивированы, например, деньгами? Будут деньги, будет работа, будет программа. Не обязательно деньгами, мотивы могут быть разные. Какие, например, еще? Ну, не знаю. Допустим, просто интерес к своей работе, к своей деятельности. А есть такие люди? Вы их выявили? Пожалуйста. Есть такие люди? А можно еще вопрос на понимание? Да. Может, я сейчас сутрирую, но правильно я вас понимаю, что вы люди замотивированы копать. Могут не копать. Да. Все, не разрабатывать. А могу копать, могу не копать. Вот дадите, реализую. Могу реализовать, ну, могу не реализовать. А умственная работа не считается работой? Умственная работа – это создание, возможно, каких-то программ. Вот это вот уже умственная работа. Но от нее же вы не уверены, что вы можете. Развитие, да, развитие начинается не с реализации программы развития, а с ее создания, да? А реализация – это копать, условно говоря. Там уже что там делать-то, собственно? Пожалуйста. У меня сформировался вопрос на понимание. Группа экономика, Антоков Андрей, правильно ли я понимаю, что озвученная позиция группы понарошечная? Нет. То есть не на самом деле. Тогда уже суждение. Если позиция группы не понарошечная, то профессионалы не могут не участвовать в составлении программы, иначе к ним профессионализм не относится. То есть у вас разрыв между позицией и действиями. Вы заявляете одно, а действиями демонстрируете другое. Вот это суждение. Спасибо. Там пишут в чате что-то, что надо, чтобы Сергею Норкину дать слово, надо сделать его синим. Уже дали синим, да? Уже сейчас он будет говорить. Пожалуйста, пока не начинай. Раз, 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 раз. Олумпиев Петр, группа теплоснабжения. Если у нас не решается вопрос с кадрами, которые могут сформировать программу, есть ли возможность привлечения иностранных специалистов? Пожалуйста, это группе вопрос, наверное, да? Как вы считаете? Ну, такой недостаток у нас в России есть, почему? Нет, такой выход есть. Это выход. Привлечение иностранных специалистов. Своих мозгов нет? Есть. Есть. Можно еще дополнить? За границей нам поможет. Да, как бы суждение, что привлечь специалистов с тех энергосистем, где они уже реализованы, применены новые технологии. Не разрабатывать велосипед заново, а применить, принести их и применить на нашей территории. А кто это сделает? С помощью привлечения иностранных специалистов. То есть иностранные специалисты должны разработать нам тогда программу, да? Да. Ну, у нас же участвовали, например, в проектировании академического француза. Привлекли. Почему бы именно в аспекте энергетики… Мы говорим про программу развития энергетики Свердловской области, а не про конкретную электростанцию. Нет, ну и конкретно, а также можно это применить в программе. То есть приезжайте к нам, разработайте нам программу развития. Да, но если сами не можем… Нас, программу развития нас. Да. Да? Да. Понятно, спасибо. Так, дискуссия разгорается. Какие будут мнения? Вроде выход найден, забрежил. Да? Павел, группа экономика. Ну вот тут в данном случае существует такая опасность, что они скроят программу для нас, но на свой лад и в свою пользу. Вы об этом не задумывались? Да, не задумывались. Так, коллеги, я вижу Сергея Норкина. Значит, так понял, там ползуном надо подвинуть, да, его изображение. Я вот сейчас его увижу. Вопрос только, может, есть ли звук? Сергей, можно что-то сказать? Тестовое. Сергей, можно что-то сказать? Так, вот он пишет «говорю». Не получается, да? Сергей, секундочку. Да, мы не слышим. Мы не слышим. Есть. Алло? Добрый вечер, Сергей, слушаем. Я очень рад вас поздравить с началом форума и пожелать всем успехов. Спасибо. Сегодня я впервые включаюсь в эту работу в этом году. И хотел бы отметить… Так, сейчас я не слышу. Да, слышно, да? Да, все, спасибо. Сегодня я впервые включаюсь, извините, что повторюсь. И я хотел бы начать с того, что представлю группу, которая назвала себя Оркестр коллективной мышцедеятельности. Да, желательно динамики. Да, я выключил. Отлично, хорошо. Мне нужно было слышать, что я слышу там, себя в зале. Хорошо. Хорошо, спасибо. Я продолжу. Сейчас в чате я положил ссылку, которая называется Оркестр коллективной мышцедеятельности. Уральский молодежный энергетический форум. Нига теперь ссылок. Там эта страница является заглавной в обозначении всей текстовой, презентационной и аудиозаписей работы нашей группы, если видеозаписи таковой и будут. Пока там тексты, кинограмм, конспектов и рефлексий. Там аудиозаписи и презентации, в том числе некоторых докладов общему пленуму. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию всего пленума и всего форума. Каждый участник, который имеет доступ в интернет и может там поучаствовать, с тем, чтобы... Ну вот имели в виду, мы есть и мы находимся там. Сейчас я положу ссылку на текст, который прямо сейчас открыли Константин Гаврилов и Сергей Нокин для того, чтобы фиксировать вопросы, выступления, замечания и соображения, не говорящих в моменте... Сергей, надо громче, видимо, говорить. Что-то не можем наладить, силу звука. Чуть-чуть погромче, да? Главная страница книги гиперссылок «Оркестр коллективной мышлодеятельности» — это виртуальная группа, которая в прошлом году существовала для форума и оргдеятельности игры. А в этом году мы полагаем, в том числе по договоренности с оргкомитетом, что необходимо несколько технологизировать, если можем так сделать, или сократить энергозатраты на взаимодействие виртуальных участников, в том числе группы, и форумов в целом. Вот у меня пока, для того, чтобы... Ну, я вот условно чуть выше писал, для того, чтобы согласовать протокол коммуникации между форумом и виртуальным участниками, пока у меня вот такая просьба. Пожалуйста, обратите внимание на эти ссылки. Читать там может каждый, кто зашел. Ссылки эти есть на фейсбуке, там, где есть значение нашей группы. И для того, чтобы более качественно наше участие и более продуктивно было для целей форума, нам бы хотелось какие-то, вот, как говорят, там, обратная связь. Да, вопросы, недоумения, какие-то свои соображения. Понятно. Читать там, который такой. Понятно. Зарезу внимания. Спасибо. Мне хотелось бы задать встречный вопрос. А хотели бы вы, соответственно, участвовать в работе нашего форума, то есть взаимодействовать с нами, чтобы... Хотели ли вы обратить внимание на то, что здесь происходит, в свою очередь? Я сегодня внимательно прошелся по всем группам, которые были доступны вот там, где есть пленум, где есть каждая группа. Мне понравилось это расположение, и это очень удобно. Одну группу я достаточно долго внимательно слушал, и наше участие, я продолжаю сейчас договоренности, которые были с оргкомитетом. Наше участие будет в следующих, как бы, режимах или следующих интерфейсах. Во-первых, любой из участников виртуальной группы Оркестр коллективной мыследеятельности, так или иначе, по собственному желанию или нацеленности, включается в работу любой группы. А если обнаружится, что там требуется участие всей нашей группы, то мы включаемся в поддержку вот любой группы, которая испытывает какие-то... Спасибо большое. ...или нуждаются в поддержке. Да. Мы отдельно выступаем как равноправные со всеми остальными группами, но при этом мы... Вот в наших там текстах есть то, что мы проделали как самоопределение группы. Спасибо, Сергей. Да. Спасибо за то, что вы готовы участвовать в работе нашей группы. Группа кадры нуждается в вашей поддержке. Я думал, что вы хотите выступить именно в развитии этой дискуссии. Мы работаем виртуально, и поэтому нам обязательно требуются письменные вопросы или предложения, или какие-то обозначения, где наше участие требуется, потому что не все из нас... То есть я должен письменно написать то, что я сейчас сказал? Я не понял. Ну, я вас услышал, но группа кадры пусть обозначается в наших текстах, в наших документах в качестве комментария или в качестве вопроса. Там есть такой доступ. Чтобы нам не проделать тройную работу. Я понял. Но, Сергей, дело в чем? У нас здесь сейчас развернула дискуссия по ситуации и по вопросу, относящаяся к докладу, к теме дня и теме группы. Я вас понимаю. Да, вот я так думал, что у вас... Я вас понимаю и еще раз говорю, пока не было протокола коммуникации между форумом и группой. Вот сейчас он есть. Вот сейчас вы можете что-то сказать по теме... Извините. Вы сейчас можете что-то сказать по теме, по которой шла дискуссия? Потому что у вас была презентация группы и предложение потратить свое время на то, чтобы обратить на вас внимание. Но вы-то нас можете сейчас обратить внимание и высказаться в развитии того вопроса, который сегодня мы уперлись, можно сказать. И группа в этом отношении испытывает дефицит. Вы можете включиться в эту дискуссию? Вам есть чего сказать? Да, я могу вам сказать. Спасибо. У меня есть опыт работать на несколькими программами развития в масштабах Вологодской области. И когда речь идет о квалификации разработчиков, то, например, последнюю стратегию развития Вологодской области все равно пришлось заказывать за пределами Вологодской области. Должной квалификации разработчиков не нашлось в масштабах области. То же самое я хочу сказать о развитии энергетики Свердловской области. Для того, чтобы найти проектировщиков, разработчиков, концептуалистов, философов, методологов, способных усмотреть весь спектр, всего масштаба энергетического комплекса Свердловской области, может оказаться недостаточно не только форума и не только силы, средства, сферы энергетики, но и всей Свердловской области в целом. Потому что вопрос это шире, чем Свердловская область и глубже, чем энергетика. На этом я бы остановился в этой теме. Спасибо большое. Да, я отключаю. Да, спасибо, до свидания. Так, ну, к сожалению, с некоторыми издержками, но, тем не менее, налажен какой-то диалог. Вы слышали презентацию, вместе с нами и параллельно работают интернет-участники или виртуальные участники. Они готовы подключиться по запросам групп на ваши вызовы, имейте это в виду. Я бы хотел вернуться к этой дискуссии. Смотрите, на самом деле мы здесь участвующие в рассмотрении вопроса хороша или плоха программа развития энергетики Свердловской области, что с ней делать, мы кто? Мы какое отношение к ней имеем или собираемся иметь к ней какое-то отношение? Есть ли здесь люди, которые готовы быть причастными к разработке программы развития Свердловской области, энергетики Свердловской области? Вот это вопрос я хотел бы задать. Есть или нет? Если нет, тогда что мы здесь сидим, обсуждаем чужое, не свое? Если есть, тогда давайте говорить по существу. Кто такие мы? Вот слайд, который был, мне кажется, красноречивой заявкой. Мы готовы там на что-то, я на вострелуши. И дальше реализовывать программу, а разрабатывать кто будет? Вот кто должен разрабатывать эту программу? Вопрос на самом деле открыт. Какими требованиями качественными должны быть люди, которым можно доверить эту программу? Вопрос непростой. Сегодня у нас была такая игротехническая летучка. Что-то хочешь сказать? Ага, да. Мы с первого дня наблюдаем после прошлогодних событий бурных, которые были неадекватны, скажем, задачам игры, включая пьяный дебош, разборки, за дисциплиной и за состоянием групп. Оказывается, кто-то не приехал. Начинаем выяснять, куда делся человек. Кто-то уехал, когда-то ничего никому не сказав. Кто-то перешел из группы в группу. Хотя есть правила, есть регламент. Кто-то просто опаздывает. Группа кадров в полном составе опоздала на пленум сегодня на 20 минут. Не в полном? Не в полном, да? Прошу извинения отдельному участнику этой группы. Так, хорошо. Но, тем не менее, спасибо за активную позицию и за желание продолжать этот разговор. Дело в том, что ситуация складывается неадекватно нашим задачам, нашей миссии. И тревожно, я бы сказал. Есть тревожные сигналы. Не только потому, что кто-то побежал за бутылками вместо того, чтобы работать в группе. Вопрос, что будем делать. Мне он пока непонятен, как на это дело реагировать. Я попросил игротехника группы кадры, предложить группе кадры помочь нам. Нам нужны кадры для развития, нам нужна какая-то работа, которая была бы организована адекватно этим задачам. Или мы делаем вид, а на самом деле к Васе сюда приехали. Или мы по-настоящему готовы работать. Что делать с этим? Группа не ответила на этот вопрос, отказалась отвечать на этот вопрос. Что будем делать? Я понимаю так, что часть сидящих здесь оставляет за собой право поступать здесь не по правилам, которые им предложены, а по своему разумению, не считаясь правилами и игнорируя предложение соблюдать правила. Вы мне можете дать совет, мы все здесь сидящие, как к этому будем относиться? Нет ответа? Пожалуйста. Хорошо, может быть скажут те, кто решил встать в оппозицию, скажем, нашей работе, нашей коллективной работе, и считает, что он имеет право играть по своим правилам. Может они сейчас обнародуют основание своей позиции? Выйдите, скажите. Кто бухал вчера? Нет, не тот. Хорошо, это другой, да? Это, ну пожалуйста, пожалуйста. Не, можно уже садиться? Нет, я не бухал. Хорошо. Андрей, ну ладно, надо сказать тогда, что ты хотел сказать. Это тот, который перешел без спросу, да? И ко мне не зашел, заявление не написал, и считает, что это не надо, да? Это тот самый? Тот самый? Пожалуйста. Нет, нет, у нас же с обсуждения вашего доклада идет. Так, а вопрос-то, собственно, в чем? Что мы с... Что? Вопрос мне что-то объяснить? Как относиться к таким людям, которые, вот таким, которые не хотят соблюдать правила? У меня был такой вопрос, ты поднял руку. Я думал, у тебя есть ответ. Как к тебе относиться? У меня нет ответа на вопрос. Что-что? У меня нет ответа на вопрос. Нет ответа на вопрос, да? Ни у кого нет ответа. Спасибо за признание. Продолжаем, пожалуйста. Я думаю сказать, работает, да? У меня тоже нет ответа на вопрос, честно скажу. У меня тоже нет ответа. Я не знаю, что делать. Раз у вас нет ответов на этот вопрос, то, возможно, есть выход в том, что те, кто чувствует себя неуютно в своей группе и видит, что в другой группе он может принести больше пользы, просто действительно организованно это сделают. Да, и это правило предложено, пишется заявление с обоснованиями этого. И я даю разрешение такое, когда вижу и понимаю обоснование. Это предложенное правило, игротехники все это знают. Почему оно игнорируется? Может быть, сделать это заявление постфактум? То есть, например, ну не понравилось мне в другой группе, там я пошел, ну и вернулся обратно. Это я не понял. Если я решил, вот правило, но я его буду игнорировать. Почему? Почему я так решил? Или как ты относишься к такому, скажем так, поведению? К такой работе? Я тут не совсем понимаю, к такому поведению, к такой работе, так как вообще вижу здесь, как правильно сказать-то, то, что плодится сущее без надобности по факту. Не понял, что? Ну, по факту получается, что вы плодите сущее без надобности. Не расслышал. Плодите сущее без надобности. То есть, разводите бюрократические проволочки небольшие, так скажем. То есть, может быть, это дело немножко как-то упразднить и сделать помягче с переходом с группы в группу. Помягче что сделать? Ну, например, сделать хотя бы это дело постфактум. То есть, вот я перешел, посмотрел, что там. То есть, если люди собрались ночью, бухали, мешали другим спать, в результате и первые, и вторые не вышли сегодня на работу. Так, а в группу бухарей тоже надо писать, нет заявления? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что делать. Речь идет о том, о переходе из группы в группу именно. В том числе, о переходе из группы в группу. Есть правило, напиши заявление, после этого переходи. Если оно игнорируется, то как быть мне? Вы сказали в том числе, то есть на остальные тоже надо заявление. То, что вы до этого речи видели. Ладно, спасибо. Спасибо. В общем, я понимаю, что здесь есть люди, которые говорят, мы, кадры, которые необходимы для развития энергетики. И это, я надеюсь, что это на самом деле так. В общем-то, даже я и считаю, что это так. Другое дело, мы очень неоднородные. И есть заблаждения по поводу самих себя у нас. Ну, бывает же, ошибки. Что мы вот так вот работая, реально можем повлиять на развитие энергетики. Я думаю, что не повлияем. И вчера у нас в группе был один человек, который говорит, вы что, серьезно считаете, что тут вы что-то реально можете сделать? И он, видимо, был прав. Работая так, мы ничего не можем сделать. Я боюсь, что он прав, а не я. Что мы что-то сможем. Пожалуйста. Группа экономика, Андрей. Вот по поводу того, что замечание, что сделать помягче. Вот не совсем понятно, что сделать помягче и для чего помягче. То есть получается, что поступило предложение. Значит, давайте будем делать, что нам в голову взбредет, а потом же это ловко все и узаконим. Я правильно понимаю предложение? Так, что ли, выходит? А как нет-то? Давайте я перейду куда хочу, а вы уж потом постфактум там запишите, что я тут перешел. Я говорю так, как прозвучало. Давайте проверим, правильно ли я вас услышал. Я говорю, давайте проверим. Мы спросим, так вы сказали или нет. Вы сказали, нужно узаконить постфактум, после перехода и сделать этот вопрос помягче. То есть согласовывать его не до, а после. Ну вот смотрите, вы красивый молодой пошли в соседнюю группу посмотреть. Ну вот в душе вы не экономист, а не знаю, там теплотехник. И можете вы прямо вот, горит у вас, не могу я в экономистах сидеть. Нет, ничего не сказав игротехник своей группы раз и проигнорировав предложение игротехника другой группы два, предложение соблюдать правила. Спасибо за то, что перебили. Я иду в соседнюю группу, посмотрел обстановку, посидел там и в конце концов мне не понравилось. Не надо гипотетических предположений, мы обсуждаем реальную обстановку. Но зачем нам теоретизировать-то, мы же тут не дети уже, не сидим тут на школьных занятиях, слушаем теории какие-то. И нам теории не нужны, живая ситуация. Не та, не о том говорим мы сейчас, не о том. Предлагаю перейти. Вы не поняли, что обсуждается. Ладно, спасибо. Не поняли. Я рассуждать ни о чем не хочу, хочу, чтобы никаких недопониманий не было, как я поступал. Я предупредил своего игротехника, группу, которая была, предупредил игротехника, в которую группу я перешел. Соответственно, когда я определюсь с тем, в какой группе мне находиться, я напишу заявление, видимо. Но из группы одной выпал, другой группе мешаешь. И ты же говоришь, ты мои правила будешь игнорировать. Ты так решил. Так ведь? Но ты по факту это делаешь. Нет, нет, не понял, не согласен с позицией. Я не видел твоего заявления. Хорошо. Вопрос есть, проблема. Едем дальше. Я понимаю, что здесь многие не понимают, что происходит. Я сам не очень понимаю, что происходит. Полтора часа прошло нашей работы. Один доклад мы заслушали. Осталось еще девять. И говорят еще один из интернета. И ситуация сложная. Но можно ли работать, делая вид, что работаешь? Какой в этом вообще смысл? Может завтра вообще разъехаться отсюда? Те, кто не хочет делать вид и не хочет работать. Зачем? Зачем этим заниматься? Вас никто не заставляет. Я думаю, на работе вас никто не направлял сюда делать вид. А если направлял, они не правы. Я, в принципе, готов этот вопрос решить, чтобы вас вернуть в лоно семьи, родного коллектива и оторвать от ерунды, в которой вы не согласны участвовать. Нормально, серьезно участвовать. Уезжайте. Уезжайте. Не занимайтесь здесь ерундой и другим не мешайте. Я надеюсь, я услышан. Спасибо за доклад. Он нам, на мой взгляд, он нас продвинул к проблематизации развития энергетики. И может быть, очень нам поможет. Поэтому я буду очень благодарен, если этот доклад сработает. Движемся дальше. Группа энергопотребления. Группа энергопотребления. Молчанов Павел. Значит, следующий слайд. Мы, конечно же, рассматривали энергетику с точки зрения потребителя. Может, следующий. И пришли к выводу к такому, что если не смотреть на потребителя, зачем нам так производить дополнительные мощности. Вот у нас план развития электропотребления до 2022 года. Тенденция идет к тому, что мы будем каждым годом вносить все больше и больше количества мощностей, вводить. При такой тенденции у нас тарифы постоянно будут расти. Эти прогнозы могут, на наш взгляд, не соответствовать реалиям, которые сложатся, скорее всего, на рынке в Свердловской области. Следующий можно? Значит, вот у нас предложен был график. Вы его видели уже несколько раз. Мы не смогли найти точный график, но вот на этом графике, на таком же энергоперспективы, вот мощности новых был приблизительно выше вот этого вот уровня. И он постоянно каждый год рос. Это вот вчерашних, вроде эксперты вчера это приводили и делали на этом акцент. Значит, потихонечку переходим к критерии электроэнергобезопасности. Значит, нам нужна качественная электроэнергия, бесперебойная подача и оптимальный тариф. Акцент делается на тариф, но потребитель не хочет переплачивать за энергобезопасность, точнее энергобезопасность, если у нас хорошая энергобезопасность, то за нее надо будет платить. И потребитель этого не хочет делать. Следующий слайд. Значит, вчера прозвучали нам вопросы про социальную сферу. И вот как на графике над этом видно, что у нас люди, доход 73% людей, это у нас, правильно сказать, малоимущие населения. И относительно зарубежных стран у нас по минимальной заработной плате у нас получается из расчета потребления, среднего потребления в год, у нас получается, что у нас за минимальную заработную плату у нас человек отдает где-то приблизительно 15% от своей заработной плате. Хотя на Западе, в Финляндии и США у нас получилось все 4% человек отдает за электроэнергию. Следующий слайд. Значит, и есть вторая проблема, возникшая в России, можно не платить за энергию, так как мы ее все равно будем получать. В зарубежных странах такого не может быть. Вот вчера нам приводили с Эстонией. В Эстонии платят за электроэнергию. В любом случае даже кризис не кризис. А у нас почему-то можно не платить. Можно дальше. Ну, это происходит. Почему-то это происходит. Не платят. Значит, теперь перейдем на промышленные потребители. Для 90% инновационных производителей важна величина тарифа, который будет установлен. Ну, для 10-ти инновационных, это им безразлично, повышение тарифа. Дальше можно. Значит, промышленные потребители, у них есть как бы три пути развития. Они, вот как сейчас происходит, они закрываются просто. И в итоге они не потребляют энергии, которую мы когда-то закладывали в будущем, что она будет. Но они в итоге-то получают, что они у нас уходят с рынка. Потом они у нас делают собственные генерации. По сути, они тоже уходят с этого рынка потребления. И вводится энергоэффективное производство. Но энергоэффективное производство, о нем много говорится уже несколько лет. Но почему-то, когда мы начали искать, у нас такой парадокс. Всего одно предприятие, Нижнетагильский какой-то там завод, поправить сейчас сказать не могу вспомнить, вел энергоэффективное потребление. Все остальные почему-то этого не делают. Видать, тариф пока их устраивает. Низкий тариф, он их устраивает. Ну а уменьшение потребления всех производителей в первую очередь ведет к убыткам генерации, которая производит их. Вот сетевых компаний, здесь как бы немножко неправильно, сетевые компании, как нам вчера объяснили, эксперты, они все равно свою прибыль всегда получают. Это предприятия, которые они получат все равно в следующем году, они вложат в тариф эти убытки. Как бы им-то без разницы. Можно дальше. Ну вот и мы посчитали, что в планах развития, на мой взгляд, не указано или не указано… Нам показалось, что в планах развития мало, мы бы хотели, чтобы больше говорилось о тарифах и о конкретных потребителях. Спасибо. Прошу садиться сюда. Я предлагаю сразу суждение. Если есть, конечно, вопросы, которые нельзя не задать, задавайте, но динамичнее будем двигаться, если сразу суждение. Превратите свои вопросы в суждение. Суждение я сразу пойду. Павел, группа экономика. У меня такое суждение, что ваша группа просто не разобралась с формированием тарифов на самом деле для населения. Не надо, не надо. Это же суждение… Это только суждение, да. Суждение. Впочтение такое сложилось. Ложное может быть. Ну, бывает же. Микрофон передайте. Владимир, энергобезопасность генерации. Можно включить слайд, где перечислялся список, который ведет… Ага, вот. Я немножко, может, недопонял. Энергоэффективное производство ведет к убыткам генерирующихся сетевых компаний? Оно же… Да. 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 На наш взгляд, да. Хорошо. Есть еще суждение? Да, пожалуйста. Есть вопрос. Вот здесь указано 90% производителей. Так. И энергонееффективное, да, что приводит к высокой зависимости от величины тарифа. Есть ли у вашей группы понимание, каким образом предприятие может перейти на более энергоэффективное потребление, чтобы полностью стать независимыми от высоких тарифов? То есть методика. Есть ли понимание? Есть. В нашей группе она есть, она будет представлена. Пожалуйста. Вопрос. Олумпий, Петр, теплоснабжение. Не считаете ли вы, не считаете ли вы свой доклад полной копией вчерашнего выступления экспертов? Нет. Нет, не считаем. Так, еще есть суждения? А у меня вопрос к нам, к всем слушателям. Как вы считаете доклад по теме дня? Вот смотрите. Нам не нужна энергетика, которая не ориентирована на потребителя. Я не понял, вам эта программа нужна или не нужна? Или вы не про программу говорили, а про энергетику, про вчерашний день? Про вообще энергетику. А программу вы не обсуждали вообще. То есть тема сегодняшнего дня вообще не была предметом вашего обсуждения. Так? Как бы она была, мы затрагивали это. Ответный вопрос, который сегодня сильнее. Так, ну вот я и хочу понять. Я говорю, нам не нужна энергетика, но программа-то в этом смысле, она тоже неадекватна. Вот эта программа, вы предлагаете поставить на ней крест, она вам не нужна? Нет, нам показалось, что в программе надо больше, на наш взгляд показалось, что надо больше акцент сделать на потребителей. Ну то есть она, может быть, и устраивала, надо что-то было дописать, да? То есть потому что написано в программе, вот это неправильно, это неправильно. Такого нет, да? Нет, нет. Такого нет, понятно. Программа считается неполной. Да? В ней нет пропотребителя. Так? Хорошо, пожалуйста. Вы считаете, что потребители должны участвовать в создании программы? Да, вот это, да, мы считаем. Вот еще уточняющий вопрос. Промышленное или население? Промышленное в большей степени, потому что только 8% всей электроэнергии потребляет население. Вот было сказано, еще один, продолжаем. Еще один момент. Не устраивает прогнозы электропотребления. Было такое, да? Да. Знаете, как составляются прогнозы? Опросные листы направляются потребителям. Сколько вы собираетесь потребить энергии в таком-то году, в таком-то году, в таком-то году? Некоторые не отвечают. Некоторые что-то отвечают. После этого кто-то разрабатывает прогнозы, должен из этого что-то там составить. С вашим участием или с вашим неучастием составляются прогнозы. Но это, если по поводу прогнозов, я такое уточнение бы сделал. Участвуйте активнее. Здесь есть, на мой взгляд, противоречие. С одной стороны, не нужна энергетика, которая не ориентирована потребителя. А в каком смысле не ориентирована? Что бы вы хотели, чтобы в ней было? Чтобы от таких качественных общих формулировок оттолкнуться и прийти к более конкретным. Вот что мы хотели бы здесь видеть. А вот это там не учтено. Значит, в слайде представлено, что 96 инновационных, инновационных, не инновационных точнее. Значит, в этих предприятиях прямая есть зависимость от цены на тариф. Она очень существенно играет большую роль. Если тариф повышается, то у нас повышается себестоимость конечного продукта. Да, это вчера говорили. А если у нас промышленность инновационная, то в ее производстве, в себестоимости продукта… Мы понимаем это все, это мы понимаем. Будет исключаться всего маленькая часть очень. Ну и что? Оно может потреблять очень… Она не будет смотреть на повышение тарифа, во-первых. Ну зачем мы это сейчас говорим-то? Вас программа не устраивает? От каких потребителей? Вы инновационные потребители или какие? Мы хотим быть инновационными. Хотим быть инновационными. Тогда вам все равно какие будут тарифы. Да. Будет все равно. Мы готовы платить за это. И вы будете готовы за это платить? Да. Тогда вас эта программа устроит? Да. Как и любая другая? Ну. Ну я к тому, что… Смотрите, есть противоречия внутри. Хотелось бы… Я понимаю, что просто все не успеть сделать и надо их уточнить. Мы услышали нечто непонятное, да? Нам надо понять, что-то таки хочет потребитель. При этом вы говорили про то, что есть потребители-неплательщики, и такая проблема на самом деле есть. Как ее соотнести с этой программой конкретной? Нам ведь надо будет программу изменить в сторону потребителя. Это на самом деле так. Надо учесть. А что для этого нужно сделать? Не очень понятно. Вы согласны, вы хотите, чтобы все потребители были инновационными, да? Хотелось бы. Да. Тогда мы поднимем тарифы, а остальные сдохнут. Все просто. Останутся только инновационные, и область будет развиваться в этом отношении. А то, что потом возникнет проблема у сетевиков, что они тоже сдохнут, потому что сдохли потребители, это уже быт их проблемы, я понимаю. Я к тому, что тут надо… Нет, мы эти вопросы рассматривали, но не представили в этом в презентации. Группа работала, но как использовать работу группы в корректировке программы, пока непонятно. Вот эти лозунги сами по себе, за ними ведь что-то стоит. Надо это довести, потому что это разные вещи. Говорю, есть неплательщики, и что? Что с ними делать? Что делать с неплательщиками? Потребители могут сказать? Да, хотелось бы, чтобы вы доработали до более понятного и проекции на конкретную программу. Например, я понимаю так, что есть потребители, которые энергоемкие, и никуда не денешься, они энергоемкие. Эти энергоемкие потребители не выживут при высоких тарифах. То есть эта программа, она ничего не меняет для них, она тариф дешевле не делает. Для инновационных-то все равно, а для этих-то не все равно. Теперь возникает вопрос, нам нужны такие потребители? Такие потребители хотят, чтобы их голос услышали? Хотят, наверное. Тогда у этих потребителей есть тогда заказ на что? На другую энергетику. Надо его тогда оформить. Потому что для них это вопрос жизни и смерти. Понятно, что они сделают? Вот, дата еще. Есть потребители, почти всех потребителей устраивает тариф, так как они не занимаются энергоэффективностью. Вот странная фраза. То есть эклектика разного тут есть. Почти всех потребителей устраивает тариф сегодняшний, потому что они не занимаются… Ну, есть один завод в Тагиле. Вот это вот, потому что еще очень дорогая технология. Если бы она была… Я услышал так. Есть один завод в Тагиле, который провел мероприятие, сделал энергоэффективное свое потребление. Остальные не чешутся. Почему? Потому что докладчик сказал. Потому что, видимо, тарифы еще не очень дорогие. Так было сказано? Было сказано. Да. Ну, это все противоречит самому себе. Я понимаю, что надо разлыть по полочкам. Вы говорите, у нас есть инновационные потребители, их пока очень мало. Они-то, конечно, выживут. Вот для них электроэнергия не важна. Но нам важны и другие потребители, энергоемкие или не важны. И тогда нам нужно… Вот эти потребители с этой энергетикой не выживут. Всем будет нам плохо. Если так, тогда надо разделить эти вещи. Иначе такое внутреннее противоречие. То ли вы за то, за красных, то ли за белых. Хорошо? А когда разделите, может быть, ясность появится. И тогда мы поймем, какие у потребителей требования к программе. Что в ней должно быть? Понятно, что потребителям энергоемким не нужна дорогая энергетика. Потребителям инновационным не нужна ненадежная энергетика с плохим качеством электроэнергии, например. Вот эти, наверное, вещи надо сказать. Как-то сепарировать. Спасибо. Идем дальше. Пожалуйста. Вот в группе суждение такое, что термины некоторые используются необоснованно. Я просто приведу пример для того, чтобы вы, наверное, устранили это. Вот когда вы заявляете, что инновационные производители безразлично, так скажем, относятся к тарифу, потому что они не так тратят электроэнергию. Значит, пример такой. Вот инновационное – это что-то новое, правильно? Кардинально причем новое. Вот производили велосипеды, да? Перестали их производить, стали резать резцом из бревен фигурки. Инновационная продукция электроэнергии фактически не тратит совсем. Шикарное производство просто. А другие стали, значит, поставили установку, которая делает электронно-лучевой переплав, получает металлы с низкой степенью примесей. И у них зарплата составляет полпроцента, а электроэнергии 95 в стоимости продукции. Вот какое из этих предприятий инновационное, а какое – нет. Вот это ваша терминология. Услышали, да? Да. Спасибо. Группа экономические аспекты энергобезопасности, пожалуйста. Можно мы стоя, как вчера? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы группа 5 «Экономические аспекты энергобезопасности». Представляем наш доклад, цель которого – показать необходимость включения в программу развития энергетики Свердловской области экономической оценки мероприятий с позицией региональных органов власти, интересов регионного. Следующий слайд. В продолжение вчерашнего доклада мы обозначили экономические проблемы энергетики, которые имеют определенные экономические последствия. Дальше. Рассматривая всю сферу энергетики, вы увидите обозначенные области, которые соответствуют, являются источниками экономических проблем. Например, высокий износ оборудования в классе «Все эти генерации». Следующий слайд. Проблема подключения… Энергетические проблемы только я уточню, проблемы энергетики. Проблема подключения потребителей к сетям, ну или прочискать инфраструктурные ограничения в области сети. Следующий слайд. Экологическая безопасность в области генерации. Проблема тарифа и ценообразования с источником госрегулирования и области, которые смешно связаны с быт-сетью, генерацией системный оператор. Следующий слайд. Ресурсозависимость региона, опять же источник госрегулирования и область ответственности топлива, добычи, переработки, недра. Дальше. Эффективность потребления, источник которым культура потребления. Следующий слайд. На этом слайде показана общая карта проблемной зоны экономики региона, связанная именно с программой развития энергетики. Также показаны следствия из этой проблемы, которые именно указаны в зоне энергетики. Далее. Более подробно рассмотрим каждую экономическую, экономическую последствия. Например, экономическую последствию высокого износа оборудования, будет риск массового вывода мощностей, генерирующих сетевых и аварии, как следствие убытки предприятия и энергопотребителей. Плюсами и минусами выделили отрицательные и положительные. Да. Следующий минус. В случае повышения спроса на энергооборудование из-за массовых ремонтов возрастают цены рыночные и привлекаются заемные средства, и что является скрытыми убытками энергокомпании. Ну и плюс. Это необходимые значительные капиталы вложения за счет государственных инвестиций в энергетику региона и смежные с ней сектора. Следующий слайд. Экономические последствия соблюдения экологических ограничений, минусами является снижение привлекательности региона, также минусами является сокращение продолжительности жизни населения. Далее. Андрей, продолжишь? Да. Экономические последствия от инфраструктурных ограничений. Энергетика является инфраструктурной отраслью, поэтому подключение потребителей к сетям является одним из продуктов, услугой данной отрасли наряду с энергией и мощностью. Минусы от этих экономических последствий – это торможение социально-экономического развития, не открываются или есть барьеры для открытия новых производств. Это уход компании-потребителей энергии из региона, это возникающие тем, что подключение потребителей к сетям является прерогативой определенных должностных лиц и связано с деньгами, с сроками, поэтому здесь есть коррупционная составляющая. И такое нейтральное экономическое следствие – это подключение ряда потребителей требует обоснования или времени для системных решений. Потому что есть ситуации, когда ограничение подключения вынуждено, потому что сеть перегружена и существует дефицит мощности, пропускной способности. И примеры тут же – крышные котельные, распределенная малая генерация, дефицитные энергорайоны. Экономические последствия – это неэффективность тарифов. Вчера был посвящен этому целый доклад ФСК. Здесь опять же минус – это снижение экономической мотивации у тарифных энергокомпаний, мотивация экономить и эффективно инвестировать, строить. Минус – это подстегивание, опять же, инфляции и минус – нагрузка на бедные слои населения, если мы говорим о населении потребителей. Дальше. Экономические последствия от ресурсозависимости региона. Нейтральное, как нам кажется, необходимое исследование отдельно экономической эффективности деятельности по импортозамещению первичных топливно-энергетических ресурсов. То есть действительно ли дешевле добывать сырье, например, уголь у нас, чем, например, его импортировать. Качество угля, сложность добычи, опыт добычи у нас. Поэтому здесь мы не смогли поставить либо плюс, либо минус. Дальше плюс – стимулирование развития нетрадиционных источников энергии, так как если нет определенного товара, мы ищем какие-то другие источники. Плюсом является сохранение резервов ПТР для будущих поколений, минусом – отсутствие опыта добычи и использования собственных ПТР, и также минус – риск незапланированного роста стоимости привозных топливно-энергетических ресурсов. Дальше. Так, экономические последствия – это эффективность энергопотребления, что касается потребителей, нас с вами и предприятий, организации бюджетной сферы. Плюсы – это формируются резервные мощности, повышение надежности сети, минус – это повышение стоимости жизни продукции предприятий, все об этом наши предыдущие докладчики сказали, минус – выход энергопотребления из режимных нормативов может привести к отключениям. Дальше. Дальше. Экономическая эффективность – это размер инвестиций, это срок возврата инвестиций. Вторичными критериями экономическими для нас стали повышение качества жизни населения, повышение конкурентоспособности региона, привлекательности инвестиционной, потребительской и так далее, и повышение социально-экономической устойчивости региона. Мы поставили перед собой следующий вопрос. Требуются ли регионы такие мощности, кроме обеспечения надежности или покрытия уровня износа? Кто и в каком объеме будет инвестировать в модернизацию и новое строительство, а также платить за содержание резервных мощностей? Повысится ли конкурентоспособность региона и его товаров? Ответив на эти вопросы, мы делали оценку. Высокая конкурентоспособность территории, утрированная, это выражается в том, что открывается и успешно развивается новый бизнес, население выбирает жить и работать именно в нашем регионе, требуются ресурсы для экономики, требуемые ресурсы для экономики, легко достаются регионы извне, трудовые инвестиции и так далее. Так мы определили для себя высокую конкурентоспособность. Далее мы конкурентоспособность территории сопоставили с энергобезопасностью, с объектом исследования. Энергобезопасность это один из факторов конкурентоспособности, так как энергетика региона, инфраструктурная отрасль, которая поставляет энергию, влияет на условия жизнедеятельности и условия для развития бизнеса. Экономической проблемой энергетики номер один является негативное влияние на конкурентоспособность региона. Энергетика для потребителей или энергетика для энергетики. Цены растут, качество снижается, энергоемкое производство такое, как алюминиевые заводы, богословский алюминиевый, уральский алюминиевый, выводится из региона, ну или делают попытки. Экология ухудшается, население переезжает, а в эпицентрах экологических катастроф даже вымирает. Избыток мощности полностью не продается регионным рецепиентам. Образуется простой фондов трудовых ресурсов. Экономическая оценка планов развития энергетики. При планировании потребностей в энергии вводе и при планировании ввода энергомощностей подробно учреждены только планы одной стороны энергетики как системы ее надежности, замены устаревшего оборудования. Учтены ли потребности энергокомпаний населения, а также возможности их платить за вводимые ресурсы мощности, за рост профицита регионального баланса. Тоже вопросы, требующие ответа. Ну и выводы. Программа развития энергетики слабо учитывает экономическую составляющую реализуемых мероприятий. Существующие проблемы региональной энергетики реализуемые мероприятия оказывают как косвенно, так и непосредственно влияние на экономику Свердловской области. Это мы проиллюстрировали экономическими последствиями, которые вызывают те проблемы в электроэнергетике. Можно перескнуть в интернете слайд, да? Тут не вижу и тут не вижу. Вот, спасибо. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Мы, наверное, говорили очевидные вещи, но мы старались… Цель была расставить приоритеты, но не выделить все-таки масштабы той или иной проблемы. Дамир, правильно ли я понял, что на одном из тестов слайдов говорится, что у нас нужно ограничить вот мощностей. То есть не все мощности надо вводить. Это вопрос не про энергоэффективность потребителей. Нет, 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 это про там, где говорилось, что… Сделайте в следующий раз, пожалуйста, нумерацию слайдов, чтобы быстренько сказать, на какой перелеснуть. Там, где говорилось, что достаточно внедрять, строить генерирующие мощности, достаточные для модернизации и обеспечения надежности. Вот это здесь. Я правильно понял, что остальных надо убрать из программы. Просто найти контекст, и тогда все будет проще. Еще раз вопрос. Первый. Правильно ли я понимаю, что первый тезис, да, вот требуется ли регион такие мощности, что вы предлагаете не вводить ряд мощностей, которые заложены в программе? Мы предлагаем их экономически обосновать. То есть экономика региона, да, конкретно власти, они должны как бы соотнести потребность для того, чтобы энергетика работала для потребителя. Но в случае несоответствия, да, экономическим расчетам не вводить? Возможно или не вводить, или возможно растянуть это как-то по времени. Конечно, зачем использовать ресурсы, которые не будут строить дополнительную мощность? Ну, просто есть примеры Петрищевской, например, есть примеры Питерской или Петербургской. Я почему вопрос задаю, да, то есть критерием, какой объект мне вводить, будет экономический расчет? Ну, конечно. Здесь должен быть консенсус, я считаю. То есть энергетика должна советоваться с экономикой и совместно принимать решения. Нет, но есть же другие аспекты. Нет, ну, не только экономический расчет, естественно, энергетический скорее. Вы переживаете, вернутся ли инвесторам деньги, вложенные в электростанции и сети? Об этом? В том числе. Не переложится ли обслуживание, содержание этих сетей и энергостанции на потребителей? Ну да, то есть скорее о другом, да? То есть там вроде бы энергетики об этом не переживают. Они готовы вкладывать деньги, есть ДПМ, есть в них гарантии, есть сетевые компании, которые тоже вчера об этом Астанин говорил. Тоже как бы защищены и вы это слышали. Тогда получается, вы переживаете, и я бы тогда хотел уточнить в выводах первый пункт. Нет, но... Слово одно, слово одно хотел уточнить. Если откроете выводы, чтобы все это видели. Программа не учитывает экономически и в интернете, чтобы вы тоже видели, кто нас слушает. Программа развития энергетики Свердловской области не учитывает экономическую составляющую. Можно сказать, ореши, и то ли это будет по смыслу, не учитывает экономические последствия. Можно в этом смысле выходить, да? То есть если мы перепишем, то неправды не будет, и мы лучше вас поймем. Не учитывает экономические последствия для потребителей от такого развития. Экономические последствия и экономический подход использовался ли он вообще при разработке? И экономический что еще? Подход. Я понял, что принимали участие в основном специалисты компаний и технические инженеры. А что такое экономический подход? Как не учитывали? Ведь мы вчера об этом говорили. Каждая компания, вкладывая деньги, посчитала свой проект, да? Поэтому он учтен уже в заявке. Мы готовы построить, мы берем это на себя. Все, сделано уже, посчитали уже. Как мы вчера говорили, что экономический подход он гораздо шире, чем каждый в отдельности. То есть это не сумма просто составляющих, а еще определенный синергический эффект, возникающий от комплекса, комплексных мероприятий. Тогда надо понять, что в вашем понимании экономический подход. Ведь если экономический подход, это оценка эффективности инвестиций. Нет, ну это гуско. Ну так я и говорю, вот это и есть экономический подход, во-первых, да? Они его использовали, говорят, мы деньги вложим в энергетику, это наш бизнес. Они у нас возвращаются, проблем мы не видим, принимаем решение строить. Вы говорите сейчас о другом, да? Тогда, сказав слово экономический подход, надо понять, что вы имеете в виду. Энергетич, вот та схема, которую мы представили, с субъектами, связанными с производством, передачей, употреблением электроэнергии. Получается, энергокомпания, это всего лишь часть вот этой всей сферы, всего того, что связано с энергетикой и то, что мы должны программировать, программировать развитие. Получается, здесь расчеты энергокомпаний есть, а там мнение потребителей, например, мнение ученых, мнение федеральной линии. Можно я вот еще уточню на понимание как раз по этому пункту. Вот компания взяла, посчитала, что говорит, вот мне будет выгодно, я загружу на 100% мощности, они у меня окупятся через 10 лет. Но компания не учла, что остальные компании то же самое посчитали по 100%, выложили. И по факту загрузится это процентов на 30 мощности и компании-то надо вернуть. Ребята, ваши мощности будут работать на 30%. Плюс, а есть ли эти избыточные мощности в экологически грязном регионе еще строятся, например. Тоже ведь, когда в районе Ревтинской грязи еще такую же станцию, если построить, что будет? Мы тоже не можем там строить, а вот в программе она может быть. То есть надо учитывать мнение экологов, ученых, может быть. И вот экономический подход, это не только как бы расчет. Скажите, а вы оценивали экономический эффект от экономической составляющей? Ой, экологической. Как оценивать экологию? Ну, один из аспектов именно экономической оценки это инвестиционная привлекательность. Когда инвесторы собираются... Нет, нет, экологический аспект. Вот как раз... С экономической точки зрения. Вот как раз и получается, что из-за плохой экологии экономический результат это отсутствие инвестиционной привлекательности. То есть конкретный экологический эффект мы не оценивали. Но если он будет, он будет вот так влиять на экономику. И в том числе... Нет, ну есть определенные нормы. Получается, что такое экология для энергокомпании, если брать их? Это... Заноза. Это дополнительные расходы. Это значит стоимость их продукции будет дороже. Тогда базу выгоднее будет все-таки переехать там, где ГЭС и ввести... Нет, ну давайте построим мне экологическую станцию и она будет супер дешевая. То есть это как бы один аспект. А второй аспект действительно загрязнение. Это уже демографические проблемы различные. Как посчитать вот этот экологический ущерб, ущерб нанесенной природе в деньгах, чтобы оценить равномерно, да? Да, есть методики, можно оценить. У нас есть экологи даже. У вас есть методика такая, да, как оценить экологический? У меня конкретно нет. Из интернета те же самые слова тут льются на эту тему. Коллеги, мне кажется, что группа очень плодотворно поработала. Я внимательно сидел за слайдами. Очень большой объем материала. И у меня такое ощущение, что выводы будут сказаны по поводу программы. Там есть интересный, ну как бы заход. На самом деле интересная постановка вопросов. Некоторые из них спорно, можно их обозначить. Некоторые, мне кажется, правильными. Но это ваша кухня, условно говоря. А вы ее нам разворачиваете здесь. А дальше, а мы хотели бы о вас услышать такие вещи. Например, иллюстрирую. Вот есть электропотребление. Давайте я его примерно нарисую. Вот оно шло на уровне там седьмой год 47,7 миллиарда килочасов. То, что Шевелев вчера показывал. 48, 2008 год 47,7. Почему прекратился рост? Потому что за два последних месяца начался кризис. И в этом отношении рост и потом снижение общий уровень дали, как ни странно, такой же. Дальше он говорит, смотрите, что произошло в девятом году. В девятом году электропотребление упало до 42,6 миллиарда киловатт-часов. Так? Дальше мы начинаем потихоньку расти. Десятый год порядка 44,2, по-моему, не помню цифры. Одиннадцатый год там порядка 46. И сейчас мы думаем, вот интересно, я думаю, выйдем ли мы на вот этот уровень, условно докризисный. Но если вы помните, уровень, условно говоря, если кризисом считать всю нашу последнюю, последнюю эпоху, начался с 90-го года, когда было 52 миллиарда киловатт-часов потребления. Мы никогда не достигали еще, непонятно, когда достигнем. Но есть прогноз, что мы когда-то выйдем на какой-то уровень. Электропотребление будет расти при прочих равных условиях. Оно будет расти. Вот. И теперь, вот оно будет расти. И к вам вопрос, реализуем эту программу или не будем реализовать ее вообще, ни одной станции не строим, ничего не вводим, ничего не выводим, сетей никаких не строим. Разница, да? Либо мы вкладываем 500 миллиардов и реализуем эту программу, либо мы не реализуем эту программу. Это отразится на уровнях электропотребления. А следовательно, кстати, на валовом региональном продукте, а следовательно на налогах в областном бюджете и так далее, на экономике всей области. Вот как вы считаете? Что лучше для экономики области? Реализовать эту всю программу на 500 миллиардов или вообще ее не реализовывать? Если не реализовывать, возникнут дефициты, мы не сможем дальше расти. У нас всего 10 тысяч мегаватт. Всего 10 тысяч мегаватт. Мы не сможем дальше расти. А если реализовать, у нас появится 14 с половиной тысяч мегаватт. Мы можем вроде бы дальше расти. Ну, вы говорите, но ведь экономические последствия, правильно говорите, экономические последствия надо же оценить. И вы правы в том смысле, что они, с одной стороны, они оценены для каждого мероприятия, каждой энергокомпании, сетевой, генерирующей, но они не оценены для области в целом. Это ваш сильный ход, я считаю, вашей группы. Теперь я понимаю, что вы же посчитать сегодня не смогли за 4 часа, но качественное предположение свое сделать, наверное, вы сможете. Вот я хотел бы уточнить, обсуждала ли группа, как скажется на экономике области, вот это же, да, это реализация этой программы. Она, вот мы должны там, кто помнит, по-моему, в 15-м году уже достичь вроде вот этих вот рекордных 50 миллиардов килочасов, и тогда дефицит все равно возникает, что-то надо строить. Так вот, в случае, если мы реализуем эту программу, не повлияет ли она, в связи с тем, что подорожает электроэнергия, скажем, на снижение какое-то, уровень электропотребления, в целом экономического результата работы от области, то есть ухудшит экономику. Реализация энергетики тогда, вот этой программы, просто, ну, так, принесет тяжелые или негативные, негативные хотя бы просто с минусом, экономические последствия для Свердловской области. Или хотя бы есть ли такой риск, как вы считаете? Есть потребность, значит, надо покрывать эту потребность. Единственное, да, меры по энергосбережению, плюс рост тарифов, еще, возможно, ряд факторов, экономических и неэкономических, может повлиять на снижение потребления, соответственно, на излишний избыток, сверхрезервный избыток мощности. Как связано это говорение с моим вопросом? Я не понял. А группа, может быть, не работала, это надо сказать, нет, мы это не обсуждали. Не приведет ли реализация этой программы к снижению потребления в связи с тем, что электроэнергия будет дорогой, к отрицательным экономическим последствиям? Ведь вы же сказали, что слово последствия можно поставить вот сюда, вот сюда сейчас подчеркну. Программа развития энергии не учитывает экономические последствия. Вы сказали, можно, да, я задавал вопрос, можно. В этом смысле. Не учитывает экономические последствия, а вы-то их учли. И считаете ли вы, говорю я, учтя эти последствия, проанализировав сегодня программу, что эта программа ухудшит экономические результаты Свердловской области, усугубит, повлияет негативно на них? Считаете ли вы это? А вы группа экономической энергобезопасности? Смотрю на нашего игротехника. Не обсуждали. Не обсуждали, да. Не обсуждали, да. Мы не группа, мы всего два человека. Вот, я хочу обратить ваше внимание, что, ну вообще-то это ваш вопрос. Это к вам вопрос. И, например, если вы говорите, ну мы не в состоянии посчитать, но у нас есть такое ощущение, ощущение есть, да, что есть риск, что повлияет. А поскольку программа не показала, как вырастет тариф от этого, да, то, например, мы не можем посчитать, как влияет на ту или иную там. Вот это понятно. Это понятно. Понятно, что здесь нам надо разобраться и уточнить. И вот ваши выводы четко, жестко применить к программе, в том числе, к тому, что мы уже сегодня знаем за полтора дня. Например, вы говорите, там дефицитные места, есть слайд был, про дефицитные места мы выразились. Дефицитные узлы энергосистемы. Но подождите, но ведь программа как раз содержит большой-большой раздел, который написал, в том числе написан с участием главного диспетчера системного оператора, Петренко, о том, что есть узкие места. Вот они в системе узкие места. И их надо расшивать и закрывать. И 64 сетевых объекта направлено на то, чтобы в том числе расшить узкие места. И та же самая подстанция Петрищевская, на самом деле про Рябину надо было, наверное, говорить, которая призвана создать кольцо 220 кВт вокруг Екатеринбурга. И с тем, чтобы после этого можно было подключить к нему 15-20 подстанций 110 на 10 и развивать город Екатеринбург. Иначе 1000 мегаватт сегодня нагрузка у города, она уперлась в пределы возможности ее покрытия с точки зрения узких мест в сети. Построим кольцо, говорят нам, энергосетик проект, например, говорит. Построите кольцо, будет 220, сеть задышит, можно подключать новые подстанции и новых потребителей. Поэтому проблема узких мест, энергосетиктных узлов, скорее всего, программа как раз решает, это вот тут зря. И это вообще не ваш вопрос. А вот это ваш вопрос. И хотелось бы понять, вот эта программа нужна экономике области? Как ее реализация скажется на экономике области? Или нам нужна другая программа? Или лучше вообще ничего не делать? Это будет самое лучшее. Потому что вот так уже мощностей выше крыши. И так достаточно. Да? Нет, я думаю, что программа нужна, но единственное, что обоснование мы сможем сделать после того, как мы сделаем расчет. Правильно? Хорошо. Обоснование влияния реализации программы на электропотребление. Понятно. Программа отвечает так. Если потребление будет расти, то технически эта программа реализации закроет эти уровни. Потому что мощности же будут выше. Закроет 12 мегаватт, 1000 мегаватт к 15-му году и 14,5 тысяч мегаватт к 20-му году закроет вот этот рост. А вот другой вопрос, будет ли рост, если мы реализуем эту программу? То, что и дело. Иначе говоря, вот эта новая энергетика не утянет ли за ноги ко дну экономику в Шердовской области? Жестче, как бы выразиться. Мы же как раз как главную проблему выставили. Тогда я правильно вас понял, что здесь имеет смысл написать экономические, не учитывая экономические последствия от ее реализации. То есть какая программа нам нужна, чтобы она лучшим образом у вас там раньше было, увеличила, улучшала конкурентоспособность. Но это вроде бы понятно. Скажем, если будут дешевые электроэнергии, то конкурентоспособность увеличится. Но обратите внимание, вот здесь еще был нарисован вот такой зигзаг. Вот в это время, вот в это время, видите, что произошло? Какие последствия для области? Тяжелые. Тяжелые последствия. Хотя и грязь-то был, но так кто-то его даже и не заметил. Но 5 миллиардов киловатт часов одночасье. То есть просто остановлены мощности, производство остановлены. Кто-то не заметил, кто-то заметил, кто-то стал безработным. Это для области на самом деле заметное последствие. Для частных лиц может не заметно. Заметная, статистика его видит. Но при этом тарифы выросли вот так, что ли? Вот если связаться с тарифами, тарифы резко выросли или тарифы резко не росли? То есть вот эта штука связана с ростом тарифов на электроэнергию или нет? То есть в 2008 году и в 2009 выросли тарифы и это привело вот к этому. Так или нет? Нет, конечно. Нет. Мы же рассматривали энергобезопасность. Да, да. Я просто к тому, что я задаваю этот вопрос, я говорю, что кроме этого надо еще учитывать некие внешние факторы. Тарифы тарифами, но сами по себе они даже и погоды это может не делают, а цены на металл, на лондонские биржи металлов сильнее влияют, чем наши тарифы. Если цены на алюминий попрут вверх, заработают наши заводы при любой цене, потому что будут покупать алюминий. А если наоборот они пойдут вниз, то что произойдет? По-вашему? Вот. Надо понять, что произойдет тогда, если цены упадут очень сильно на лондонские биржи металлов для Свердловской области при сегодняшней энергетике и при будущей. Хорошо бы, чтобы мы завтра определились вообще, что нас ждет в будущем. Это можно поработать завтра, но даже нужно вернее, чтобы понимать конкретно, о чем мы говорим. Мы же про баз там говорили, например. То есть мне кажется, надо продолжить вашу работу. В целом она мне понравилась. Но с тем, чтобы мы довели ее до конкретики, до конкретных обвинений разработчикам программы, например. Ну или программе, скажем так. Разработчики, может, где-то были тоже подневольные. Я говорю, они базы складывали из того, что было. Хорошо принимаете этот заказ? То есть продолжить свою, может быть, даже что-то сократить, но продолжить ее таким образом, чтобы мы с вами были поняты и достучались до, скажем, принимающих решения, что вот здесь вот чего надо делать обязательно. Иначе плохо будет. Хорошо? Еще один момент покажу. Вот мне кажется, что к вашим некоторым тезисам применима вот такая штуковина. Она у вас не отработана. Вроде бы, где дальнепривозное топливо, энергобезопасность, энергобезопасность и экономика. Вот если смотреть, мне кажется, если смотреть на мероприятия с точки зрения энергобезопасности и влияния их на экономику, то они выглядят таким образом. То, что повышает энергобезопасность, то снижает, скажем, ухудшает экономические... Экономические эффективности. Да? Да. А вот... Ну, точнее, нет. Не так. Я бы сказал в некоторых моментах. Смотрите, я проилюстрирую, например, если вы... У нас, у вас, мне кажется, удачное место здесь есть. Местное виды топлива можно применять за местопривозных, да? Взять и использовать торф, реки. Их у нас много, 14 тысяч рек. Можно построить много-много мелких ГЭС. И тогда мы будем энергобезопасны. Мы вложим деньги в энергобезопасность, ее увеличим. Используем половину электроэнергии, будем вырабатывать на собственных энергоресурсах. Но при этом электроэнергия станет дороже. Энергобезопасность в этом смысле возрастет. Энергобезопасность, это мы кормим свои страхи просто и перестраховываемся, вкладываем в энергетику больше средств, чем нужно. И поэтому, естественно, это все меры, большинство мер по энергобезопасности. Я говорю конкретно, наши энергоресурсы, они у нас не используются, ноль. Вот группа ресурсов вам об этом скажет, ноль сегодня. Что будет, если мы начнем их бурно использовать? Мы энергобезопасность увеличим, энергозависимость уменьшим от возных ресурсов. Но как это скажется на экономике? Чехи мне сказали, чехи сказали, вот немцы демонтировали свои атомные станции, а мы не будем. Почему? Я говорю, почему? Они говорят, у нас, говорит, стоит киловатт-час от атомной электроэнергии, от электростанции, нулево всем кроны за киловатт-час. Газовый, угольный, полторы кроны за киловатт-час. Газовый, две с половиной кроны за киловатт-час. Все эти мощности у них есть. Но нам, говорит, навязали зеленые, вот эти местные ресурсы, водонавляемые и так далее. Мы их настроили, вложили большие деньги. И мы их обязаны покупать еще у этих производителей, в первую очередь, а потом только эти. 27 крон за киловатт-час. Я прошу это очень... То есть довести вот до этих логических связей правильных, выверить. Проверьте себя, может быть, вы про другое говорили. Пройдитесь по этому. И стоит ли это делать? Мне кажется, как раз вам надо противостоять группе ресурсов. Если они будут предлагать местные реки на все установить кучу ГЭС. Освобождаясь от одной зависимости, мы попадаем в другую. Да, да, да. То есть баланс должен быть какой-то, да? Баланс. Да. Спасибо. Спасибо. А можно еще, собственно, от группы потребителей все-таки к тарифам? Тут вот в адрес нашей группы прозвучало, собственно, осуждение, что мы не до конца разобрались с формированием тарифа. И у меня, собственно, просьба группе, помочь группе потребителей, собственно, вот с этим вопросом разобраться, потому что вроде это, ну, как бы, вроде бы не наш вопрос. Микрофон сломался, микрофон сломался, понятно. Спасибо. Ресурсные аспекты энергобезопасности. Наша группа ресурсных аспектов энергобезопасности согласно тематике дня провела сегодня работу по оценке планов развития энергетики именно с точки зрения ресурсных аспектов. Можно? Можно следующий слайд? Пардон. Значит, по итогам вчерашнего рассмотрения сложившейся ситуации мы зафиксировали и для себя, и для общего понимания, что есть следующее положение. Энергетика Свердловской области ориентирована в основном на традиционные виды топлива уголь-газ и они являются привозными. Атомная энергетика присутствует, но не в значительном объеме. Это порядка 4,5%. 6% по установленной мощности 4,5% согласно той же программы это фактическая выработка. И альтернативные и собственные ресурсы в настоящий момент крайне слабо разработаны или не представлены. Следующий, пожалуйста. Из текущей ситуации мы вывели возможные риски, но следует отметить, что по итогам рассмотрения программы вот как раз эти потенциальные риски возможны только при реализации самых негативных и самых нежелательных сценариев развития энергетики. То есть по состоянию на текущий момент и в перспективе описанной программы мы не углядели возможности явной реализации этих рисков. Это и срывы поставок в настоящий момент ситуация стабильная и политически и технологически и потенциальный риск в случае исчезновения одного из источников, что мы существующей атомной генерации не сможем полностью удовлетворить потребности региона в связи с его малой долей присутствия. Ну опять же первый риск он практически слабо реализуем в существующих реалиях. Ну и недостаточность развития собственной базы ресурсов. Опять же риск это или не риск? По итогам нашего рассмотрения мы решили, что это не является риском. Так как собственные ресурсы они имеются и хорошо, что они есть. Действует существующая схема работы на привозных ресурсах она всех устраивает экономически и под нее разработаны технические решения. Следующий, пожалуйста. Теперь переходим к оценке самой программы. Программа предусмотрена, как отмечалось уже не раз, ввод новых генерирующих мощностей. Также предусмотрена программа повышения диверсификации ресурсов. Главным образом явно идет рост потребления атомной энергии с 4,5 до 18 процентов по факту. Это план до 2017 года. Имеется некоторая тенденция к снижению использования угля, что, наверное, обрадует экологов и, так сказать, не создаст предпосылок к напряжению транспортных схем, так как объем не увеличится. Сохраняются объемы использования газа практически в том же виде и появляется в цифрах использования альтернативных видов топлива, то есть торф местных разработок и загадочные прочие, которые более широко не представлены. То есть в целом группа оценивает по программе, как прописано, ресурсные аспекты абсолютно удовлетворительно или во всяком случае не ухудшающими сегодняшнее текущее положение дел, а даже улучшающие. Следующий слайд можно? Но однако есть некоторые вопросы к самой программе, либо это как говорится технически ее требуется корректировка, либо это уже перспективные оценки в самой программе содержат либо нам непонятные явления, либо так придумано. Вот эта синяя кривая это повышение торфа, повышение использования торфа от 0,7 до 1,5. То есть в чем вопрос? Программы не представлено, а кто будет их использовать, этот вид топлива? То есть какое общество, какая генерация готова, в каком виде ее использовать? Либо это котельные вдруг появятся, либо это какие-то электростанции переведут на какой-то новый вид. То есть хорошо, что заявили о расширении использования этой ресурсной базы, но не прописано, а как это будет делано, кем и на каких объектах. Близко к сырьевой базе, далеко. То есть вот этих моментов мы не увидели. Что касается газа, как вы видите, красная кривая, он практически монотонный, используют существующие газопроводы, то есть тут никаких изменений не наблюдается. По углю видно небольшая тенденция к снижению, но опять же, в самой программе содержится в двух разных таблицах разные исходные данные для этого показателя. Газ и уголь, у нас уже ощущение, что поменены местами цифры в таблицах, поэтому мы выбрали ту, которая, по нашему взгляду, отражает динамику, которая будет. Вторая таблица, видать, ошибочная. Ну и по ядерному топливу. То, что у нас идет значительное в разы увеличение использования ядерного топлива, предусмотренного программы, по итогам дебата вчерашнего дня и сегодняшнего, мы пришли к мнению, что это очень даже хорошо. Для подтверждения своей позиции мы пригласили эксперта, работающего на форуме по ядерной энергетике, к сожалению, он сейчас, не присутствует, уже отъехал. Но имели с ним детальную беседу, очень, так сказать, познавательную. Кратко, это хорошо, правильно, экологично и чисто. чтобы пресечь разные боязни. Ну и можно следующий слайд. К чему я все это веду? Как вы видите, энергоресурсы вроде бы как перераспределяются. Общий объем ресурсов заявленной программой не меняется. В миллионах условного топлива там кривая практически монотонная. Производится диверсификация видов, но расход ресурсов не меняется. Теперь мы смотрим, что появляется у нас с генерацией. синяя кривая это ввод генерирующих мощностей. Мы их вводим, повторяюсь, ресурсная база не меняется. Это означает, что либо вводимые мощности не загружены и простаивают. С другой стороны, красная кривая это рост потребления фактического потребления выработанной энергии. Любой. Она растет. То есть ресурсная база не меняется, потребление растет. Откуда? Либо мы начинаем покупать при вводе новых мощностей, откуда берем энергию, либо мы резко переводим наших потребителей на энергосберегающие технологии и им хватает тех компонентов ресурсных на большее потребление. Теперь переходим к аспектам легкой экономики. Что у нас ресурсы делают вот в этом вот сальдо? Генерируя большой объем энергии программы заявлена возможность плюсового сальдо на 3 гигаватта к 2017 году. Циферка там присутствует. Значит мы ежечасно будем продавать на сторону за пределы области 3 гигаватта. То есть хорошо бизнес, деньги окупаются вводимой мощности. Вот вся экономика снижения тарифов, удельная выработка падает. И соответственно ресурсы используются при такой схеме на полную мощность. КПД генераторных установок высокая. Всем хорошо. Дальше в следующем абзаце программа написана, что вопрос надо решать, куда это сальдо задевать. Прямо два абзаца текста. То есть сальдо заявлено в конкретной величине, вопрос о реализации не проработан, за пределами области нужна эта энергия кому-то. То, как заявлено здесь, получается у нас экономика очень хорошая и очень при условии ввода новых мощностей с новыми показателями, современное оборудование будет все хорошо. Вопрос куда девать. Этого мы не обнаружили. Но от этого будет зависеть эффективность использования ресурсов. Следующий, пожалуйста. Ну и возвращаясь к общей картине, вот у нас динамика использования торфа и других нефтепродуктов. АВАИ, то есть опять же восстанавливаемые энергоресурсы. То есть вот этот рост 0,7 0,7 1, 1, 1,5 то есть двухкратный рост. Он не прописан где это будет, как это будет и кто это будет делать. Опять же не прописано где будет добыча этого ресурса, как она будет подготовка к топливному использованию. То есть наверное этот аспект тоже стоит учесть при формировании программы с точки зрения привязки к местности. Ну и следующая слайд, пожалуйста. Заявленная тема, какую энергетику мы не хотим. понятно, что мы не хотим и дорогую, и зависимую, и не экологичную, и не резервируемую, и опасную и так далее. То есть по рассмотрению программы мы видим, что в принципе вот эти вопросы они заявлены к решению. Соответственно остальные аспекты ресурсов мы, я уже рассказал, те, которые не рассмотрены в программе, они просто обсуждались в рамках работы группы. Ну про них уже здесь можно строить дом и свои теории при наличии вопросов отвечу. Следующий, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Есть суждения по докладу? Пожалуйста. Александр Лемех, у меня на самом деле вопрос скорее. Я бы хотел прояснить позицию группы. Еще раз. Вы это все говорите с позиции условно государственной, то есть условно министерства энергетики или вы говорите с позиции например поставщиков ресурсов? Вы упоминали о том, что это циальный переток, что это какой-то бизнес и что-то еще. Я бы хотел прояснить вот эту позицию. Это такая около государственная позиция или это поставщики ресурсов или это что? Я вопрос понял. Мы оценивали вопрос с точки зрения ресурсной безопасности, то есть не с точки зрения поставщиков и продавцов ресурсов, а с точки зрения охватит ли ресурсов, а будет ли их достаточно и есть ли они. позиции? Ну то есть вот еще раз эта позиция получается ближе к государственной позиции? Очевидно. Или как? Государственной? Да? Ну чего мелочи? Хорошо, спасибо. Доклад мне понравился. Спасибо. На самом деле вот есть оценка, попытка оценки программы и в том числе приведены данные из программы, то есть белые места, они не проработанные, как быть с местными ресурсами и главная на мой взгляд оценка она такая, в программе заложена дивизификация топливной базы, энергоресурсной базы. Наблюдается она, по факту она складывается и вы считаете, что можно дать удовлетворительную оценку программе в этом смысле? В этом да. Я с вами согласен. Я тоже считаю, что можно тройку поставить в программе, потому что в этом плане, потому что есть такое движение, у меня такое ощущение. Почему не четверку? Естественно, не пятерку. Потому что мне кажется, что эта работа, вот она случайно так случилась, такой тренд, она не в полной мере решает проблему оптимизации топливной базы. Ведь мы же не только энергобезопасность, понятно, что она отвечает на вопросы не экономики, не только экономики, а вот достаточность, в первую очередь, на самом деле, достаточно ли, правильно ли вот это использовать, а что если там риски снимает. И тем не менее, если вы уже говорили про оптимизацию топливной базы, вот мне кажется, вот это вот надо нарисовать, сейчас попробуем. Свердловская область не имеет своих, не использует свои ресурсы, практически потому, что их не имеет, но есть газ, который мы получаем из соседнего региона. если смотреть в рамках Свердловской области, он весь привозной. Если смотреть в Уральское федеральное округа, то он весь местный, урфо, урфошный. Если говорить о том, что еще 35% мирового газа, пока одним из данных 90-х годов, сейчас, наверное, по-другому оценивать, мировых запасов газа находятся у нас здесь, то мы вообще за забором у нас газ и в нашей стране. Вот уголь, другое дело. Уголь у нас дальнепривозной и еще и импортный. Казахский по региону и по собственности американский, не поймешь, кто уже сейчас. Уголь. На самом деле вот такая картина у нас сейчас. И у нас еще кроме этого есть атомная энергетика, которая увеличивает свое присутствие, видимо, с вводом новых блоков и у нас диверсификация явно наступает в этом плане. И это хорошо или удовлетворительно. Почему не совсем хорошо? Почему? Например, во-первых, потому что у нас есть свой газ и об этом группа говорила вчера. Вот здесь, в Красноуфимском районе есть там от миллиарда до двух миллиардов кубометров газа. Он не используется. И программа это тоже не учитывает. Но при этом одновременно здесь строится в программе предложено строить Демидовскую ТЭС на угле на дальнепривозном, не казахском, а российском, кузнецком угле. В этом месте, то есть над месторождением газа мы строим угольную станцию на дальнепривозном угле. Вот это в программе заложено. В программе указано, что есть здесь газ на станцию в 2000 мегаватт. И мы строим в перспективе 2000 мегаватт на привозном угле с сухим злоудалением. На мой взгляд, вот этот момент не, я с вами здесь согласен, не позволяет программе поставить четверку. Этот момент явно мне как, но только надо было назвать явно. Я заявляю, все докладчики в вашей группе, вот этот момент меня сильно смущает. Зачем? Зачем эту станцию строить? Ладно, не в ближайшие пять лет может рассосется, может как-то не будет этой станции. Зачем она нужна? С точки зрения, скажем, необходимости энергоснабжения этого конкретного района, тут потребителей нет. Если ее схему выдачи мощности куда-то выдавать, мне напрашивается, куда? Вот в верхний Тагил, вот сюда, и закрыт в ЭТГРЭС. Это здесь 1500 мегаватт, здесь примерно столько же. Если она, ну где она в балансе не нужна. Закроем в ЭТГРЭС, здесь будет чистый воздух, а там построим станцию такую же, как в ЭТГРЭС, New ЭТГРЭС. Ну сюда будем выдавать, а отсюда, естественно, куда? В Новоуральск, электрохимкомбинат. Потому что куда еще? Или выдавать куда? Вот сюда, в станцию Емелина, и куда? В Откинскую ГЭС, то есть в Удмуртию, а тогда может быть и станцию построить в Удмуртии? Зачем? Непонятно. Вот. С этой точки зрения, мне кажется, тут не совсем хорошо проработано в программе, вот эти моменты. Еще один момент по поводу торпа или местных энергоресурсов. Да, энергобезопасность, это, конечно, вопрос достаточности. И макро, вот эти вот заходы, мы давно уже их обсуждаем, они более-менее понятны. И мне кажется, что мы находимся на правильном пути. Может быть, мы доведем до довольно внятных утверждений, что еще надо доделать в этой программе с этой точки зрения. Вроде мы на правильном пути, решим задачу. Но есть еще одна вещь. Есть коммунальная энергетика. И, скажем, весь город Ревда, где наконец, о счастье, ликвидированы все угольные котельные, построены все газовые котельные, от газовых котельных запитаны, закольцованы тепловые сети, так что можно каждая газовая котельная, ну, как бы, может резервировано быть другими котельными. И это хорошо, это надежно. Только труба газовая подходит одна. И что будет? Я вчера уже говорил про аварию на подстанции Первоуральской, когда 24 подстанции отключилась, от этой Леси-20 погасли. Она погасла, и все погасло. И город Ревда погас совсем от электроэнергии. А если то же самое случится с газом, то все газовые котельные встанут, и вся система теплоснабжения тоже встанет, и будет очень холодно. Так, правда, всего одному городу, у нас их 50. Но тем не менее, вот это имеет значение еще несколько в другом залоге. Не баланс, вот общий баланс ресурсов, а еще и значимых их в плане резервирования. Это вот одна сторона. Насколько мы вот эти ресурсы правильно используем по назначению. Например, а почему бы не поставить резервное топливо? Резервное. И местное может быть. Вот что случилось, мы проживем на этом самом торфе, не надо его добывать, а запас пусть будет. Случилось что-то, мы на этом запасе самые минимальные какие-то режимы проживем. Вот это вот первое, что непонятно. И здесь я хотел поставить тоже вопрос по поводу коммунальной энергетики и использования местных ресурсов. Еще один момент надо, видимо, рассказать, хотя я понимаю, что я тут перебираю очень сильно. Север Судовской области, поселок Бурмантово, Шипичный, Хорпия, три поселка, идет линия 35 киловольт, ничья, Гувсиновская. Гувсин ушел, линию бросили. Вот я летом ездил туда, до проводов можно дотянуться рукой в одном пролете. В другом пролете опора упала, привязали изоляторы к кедру. Просто она идет так по просеке, потом по кедру, потом снова к опорам пошла. Вот. И, ну, надо же что-то делать. У меня было такое, надо отдать ее сверлов энерго, чтобы они ее нормально реконструировали, чтобы люди жили с электроэнергией. Ну, что получается? Они прислали расчет. Что-то 476, что ли, миллионов рублей надо. 500 миллионов рублей. Миллиарда. Подождите. 500 миллионов рублей. Да, полмиллиарда. Полмиллиарда. А там живет по 20 дворов в каждой деревне. Еще из электроэнергии не все платят. Как с этим быть? Непонятно. Но понятно, что таких вообще мест довольно много. Это не одинокий случай. Ставить сюда линию электропередач, которая будет чуть-чуть передавать на высокое напряжение, потому что расстояние длинное. Не потому, что там большой поток электроэнергии мизер будет течь по нему. Совсем там капли. 0,4-ки бы одной наверное на всех хватило. Но она не передаст электроэнергии на такое расстояние. Таким образом, здесь граница, в этом прошлом году обсуждали, есть граница эффективности централизованной энергетики. А там, где это неэффективно, где нету линий или где есть линии, но они крайне неэффективны, в прошлом году мы говорили, надо просто убрать отсюда линии электропередач, демонтировать их или не строить новые, а построить тут другую энергетику на местных ресурсах в том числе. Почему бы не построить на дровах, на торфе, вот там, электроэнергетику. Она будет дорогая, в смысле, может быть, там, я не знаю, киловатт-часа, но она будет не 500 миллионов, а 50 или даже 5 миллионов. То есть, какие-то простые решения, довольно простые, которые известны, могут быть применены как альтернатива там, где это экономически не обосновано. И еще один момент, есть у нас лесные ресурсы, например, да, есть у нас плотины ГЭС, которые уже сложились и есть. И может быть, надо не с точки зрения в этом смысле, энергобезопасности, а по-другому использовать ресурсы, ресурсы еще по другим основаниям. Они, например, могут создавать рабочие места. Торф – это рабочие места для тех, кто там живет, в Басьяновке, например. Они могли бы работать, добывать торф, отапливать поселок Басьяновку на торфяных котлах, которые работали на торфе, и все было бы хорошо, но еще и продавать торф. Так оно и было. Но потом кто-то сломал эти котлы, завезли угольные котлы, теперь завозят дотационный уголь в поселок, где живут, всю жизнь торф-разработчики. То есть есть еще другие углы зрения на эту тему. Мне кажется, надо продолжить еще вашу работу еще с других позиций. И тогда мы получим, мне кажется, еще дополнительные полезные результаты. Спасибо. Продолжаем. Группа Экологические аспекты энергобезопасности. Здравствуйте. Шульмин Дмитрий. Группа номер 6. Экологический аспект энергобезопасности. Цель нашего сегодняшнего доклада сформулировать критерии оценки различных путей развития энергетики, в том числе энергетики Свердловской области, с учетом ее влияния на разные стороны жизни человека. Чтобы начать оценку, в частности оценку этой программы, нужно понять, а что же такое экология. Я думаю, что у многих здесь присутствующих, да и у нас, например, мы попали, наступили на те же грабли вчера, у нас не было представления, что такое экология и кто является субъектом экологии, кто является действующим лицом и чьи интересы мы должны отставить. Прошу прощения, вот я прочитал, не обращаю внимания на чат и коллеги, обращайте, кто нам пишет. Я просто сейчас вот заметил, например, в догонку этой группе было предложение Алексея Фомичева подумать о сланцах. Он пишет, думаю, что тема сланцевой революции могла бы как-то продвинуть группу энергоресурсов. Это с запозданием. Ну, что-то уже упущенное, прошу вас смотреть, мне там как-то махать, да, потому что не успевают. Прошу прощения, продолжаем. Итак, мы приступили к вопросу рассмотрения, что такое экология и кто является субъектом. И мы поняли, что рассматривать экологию в отрыве от человека и его потребностей невозможно. Экология, как абстрактное понятие, то есть, как какое-то философское благо сохранения живой природы, оно невозможно его применять в оценке экономики, в оценке энергетики, в оценке конкретных задач, стоящих перед, в частности, перед энергетикой Свердловской области. И мы, я прошу следующий слайд, мы попытались представить экологию как экологию человека. То есть, экологию, как совокупность различных условий существования человека в этой жизни, а значит, как качество жизни человека. И мы поняли, что качество жизни человека складывается не только из его обеспеченностью природными ресурсами, чистой водой, чистым воздухом, экологически чистой, безопасной пищей и тому подобное, отсутствием радиации. Но качество жизни человека складывается также из его социумов, в котором он существует, его взаимоотношения с другими людьми, удовлетворение его культурных потребностей, удовлетворение его потребностей в безопасности, а также удовлетворение материальных потребностей человека. То есть возможность зарабатывать какие-то материальные блага и использовать их для улучшения качества собственной жизни. Соответственно, мы приходим к такому понятию экологии, как совокупность трех основных направлений качества жизни человека. Соответственно, каждую меру, прописанную в программе, и каждое конкретное решение, принимаемое для развития, в том числе и энергетики Свердловской области, мы обязаны рассматривать через призму трех этих направлений. Можно следующий слайд. Например, социокультурная сторона. Мы попытались подобрать примеры, которые бы иллюстрировали, плюсы и минусы, не каждого, а некоторых решений, потому что каждая невозможна, это очень долго. Например, модернизация энергосистемы региона. Она повышает наш запас по мощности, то есть по превышению действующих мощностей над потребностями. Что это нам дает? Это, наверное, дает в какой-то мере стабильность обеспечения населения. И делается это за счет вывода из эксплуатации старого оборудования, и введение каких-то новых агрегатов. Что это дает? Это дает стабильность, это дает безаварийность работы. И люди, как потребители, они не думают о том, будет ли у них завтра свет в розетке. Зачем, может быть, они думают, но это не становится их насущной проблемой. Будет ли у них свет в розетке, будет ли у них тепло в доме, будет ли у них горячая вода. Качество жизни улучшается? Несомненно. Поведем другой пример, отрицательное строительство. Строительство Демидовской цепи в природной зоне Яки-Чусовая. Вас поправляет, Алексей Фомичев, не ТЭЦ, а ТЭС, тепловая электростанция. Это не электроцентраль. Это уже наша ошибка. Строительство ТЭС. Даже не беря в расчет количество… ТЭС. ТЭС. Уже? Даже не беря в расчет количество вредных выбросов, количество объема золоотвалов, выбросов в атмосферу и тому подобное, наличие мощного промышленного предприятия в зоне рекреации, в зоне отдыха людей, то, где они привыкли путешествовать, сплавляться на плотах, где они привыкли видеть просто, получить эстетическое удовольствие от живой природы, очень красивой природы, надо сказать, это огромный минус в социально-культурной стороне жизни человека. Пожалуйста, можно следующий слайд? Перейдем к экономической стороне. Тут нужно отметить очень важный момент. Как рассматривать экономическую сторону для каждого конкретного человека? Самый очевидный путь – это рассмотрение тарифов, которые он платит за те материальные блага, за свет, тепло, электроэнергию. Как известно, как уже говорили эксперты, и затем уже много раз повторялось, тарифообразование в нашей стране не подчинено рыночным законам, и оценивать его напрямую довольно сложно. Но все мы прекрасно понимаем, что стоит в подчистных сооружениях на каком-то объекте, на электростанции, на металлургическом заводе или на чем-то другом. Это затраты. И в конечном итоге кто-то их должен платить. Либо их платит потребитель на прямую часть своей тарифы, либо их оплачивает государство, но затем государство экономит на каких-то других вещах, жизненно важных для человека. И в конечном итоге человек недополучает. Он теряет деньги в виде налогов, либо он недополучает зарплаты, недополучают бюджетники и тому подобное. То есть любой ввод, например, в Серовской ГРАЗ, перевод с угля на газ. В расходе на затратах условного топлива это дает нам плюс. Причем существенный плюс, там действительно есть это. Но кто это будет оплачивать? В конечном итоге косвенно, либо прямо это отразится на человеке и на потребителе. Например, затраты на топливо. То есть затраты на топливо, я немножко перепутал плюс-минусы на самом деле. Это показывает на самом деле какой это очень скользкий момент. Экономия на топливе дает экономию государству, и оно в конечном итоге компенсирует это через какие-то другие факторы для населения. Другое дело. Строительство золоуловительных устройств, новых современных систем очистки и золоуловителей на эфтинской ГРАЗ. Это инвестиции в экологию, по сути дела. Дает ли это экономический эффект выгоду, дает ли это нам выработку? Напрямую сложно сказать, но это деньги, которые нужно потратить, и нужно их закопать в эти устройства, в эти системы. Это затраты, которые в конечном итоге на нас отразятся. Можно следующий раз сказать? Природная сторона. То есть это непосредственно экологическая составляющая, качество жизни человека. То, что принято считать экологической составляющей. Мы берем экологию более широко, поэтому здесь мы называем ее природной стороной. Мы решили проэлистрировать это на примере конкретного технологического решения. Введение сухих золоочисток на угольных электростанциях, например, эфтинской ГРАЗ. Плюс сухая золоочистка, это вообще известно, что она снижает общий выброс загрязнений в виде пыли, то есть воздух, и в виде объемов золоотвалов. То есть это вывод и природы, и земель, и из эксплуатации, это и затраты на дальнейшие. То есть сухая золоочистка, да. Но вопрос, а что потом делать с этой золой? И тут мы видим минус. Сухая золоочистка эффективна лишь, когда есть спрос на эту золу и шлак, то есть когда мы можем его удалять, можем его продавать и использовать его как вторичный ресурс. Если этого спроса нет, а в ближайшей перспективе он не предвидится на самом деле, хотя об нем говорят, но реально есть ли потребность у нас в области в таком ресурсе, это еще большой вопрос. И программа сухой золоочисткой области это не отражает. И в итоге мы получаем сложности по утилизации этих отходов, даже больше по сравнению с мокрой, с традиционной мокрой золоочисткой. Это в качестве одного из примеров. Таких примеров может быть масса. Ну в качестве я уже это не включил, но я хочу добавить. Вот была сегодня утром презентация по модернизации теплоснабжения города Екатеринбурга. Перевод воды, то есть системы горячего водоснабжения с открытой на закрытую. И там было прекрасно описано, какими трудностями это приводит. В экономике это минус. Непонятно, кто будет за это платить, за чей счет банкет, была такая реплика. Но при этом все мы понимаем, что если мы будем употреблять чистую горячую воду, проходящую по всем нормам, это нам для нашего здоровья огромный плюс. Вот, соответственно, можно следующий слайд? Соответственно, мы приводим качественную оценку плюс это или минус. Если мы просуммируем, попытаемся, по крайней мере, пока на качественном уровне просуммировать x, y и z, как представить как социокультурную, экономическую и природную составляющую этих мер, мы получим какой-то итог. Приемлемо это для нас, как для людей, потребителей, живых существ, это мера, либо неприемлемо. Получаем минус неприемлемо, плюс приемлемо. Вопрос, как перейти от плюсов и минусов к количественной оценке? Как в идеале и в рублевой оценке? Потому что в конечном итоге мы за это платим и мы для себя принимаем решение. Стоит ли оно того или не стоит? Это экологическая мера тех затрат, которые на нее затрачиваются. Количественная оценка – это очень сложный, очень трудоемкий процесс. Мы не являемся экспертами ни в экономике, ни в экологии, экологической оценки грязи, загрязнений и выбросов, по сути дела. И, пожалуй, социокультурный аспект мы тоже оценить так просто, сходу и выдать, сколько он, какой его удельный вес мы не можем. Это большая перспектива для создания каких-то систем расчета, для создания методик и для дальнейшей работы. Перевод количественных оценок в качественные и затем принятие решения. Плюс ли нам дает эта мера с точки зрения экологии и качества жизни, либо минус. Можно следующий слайд? Мы делаем такой вывод, что нам не нужна энергетика, которая построена на ущемлении одной из сторон жизни человека в пользу другой сторон, двух других сторон, либо одной из сторон за счет двух других. Получается, что мы лишаемся какой-то такой, какой-то значительной доли, значительной стороны жизни человека, без которой его нормальное существование невозможно. Невозможно нормальное существование в абсолютно естественной живой природе, не имея источников дохода и не имея общения с другими людьми. Это переход в каменный век. Это не решение проблем, проблемы экологии в том числе. Точно так же невозможен и перекос в другие отрасли. И мы делаем вывод, уже возвращаясь и конкретизируя по программе развития энергетики Свердловской области. Эта программа требует всесторонней оценки с точки зрения ее влияния на различные стороны качества жизни человека и на различные стороны экологии, как мы говорим. Сейчас такой оценки нет, более того, ей никто, по сути дела, не занимается, ограничиваясь рассмотрением экологии, как вреда живой природе. И мы, формулируя свою позицию, хотим, чтобы ориентиром развития энергетики, стала ее направленность на улучшение качества жизни человека. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот по поводу критериев. Тут уже ушел этот пост, но Наталья написала предложение группе для качественной оценки использовать такие критерии, как польза вред. Ну, я думаю, плюс и минус, они примерно и соответствуют. Об этом и говорят примерно, да? Так, пожалуйста, суждение есть? Давайте сократим время на вопросы, если нет необходимости в этом. Суждение? Нет суждений. Тогда вот у меня вот какое соображение. Первое, что я услышал, и это очень приятно, это группа, скажем, построила инструмент какой-то. Она разложила в своих представлениях, они все не экологи, они попытались сделать попытку, что такое экологический как бы подход, да, к энергетике. И сделали такое сравнение. Экология человека это качество жизни. С этим можно спорить, например, да, но тем не менее понятно, что они говорят с позиции экологии, это значит с позиции качества жизни мы рассматриваем. И качество жизни мы раскладываем три составляющих. Тоже мне до конца непонятно, но сейчас главное, что представлена некоторая сумма составляющих качества жизни. И это вот тоже понятно. Дальше можно это, дальше можно с этим, может быть, работать, может быть, модернизировать это дело. Мне понравилась первая сторона, социокультурная. Там очень четко было адресно к программе критика по поводу Демидовской ТЭС. Опечатка как бы не в счет, что называется. Четко, внятно, понятно, это гражданская, человеческая позиция социокультурная. Некрасиво, например. Это важно. Некрасиво, это важно. Я как-то видел в городе Любик, по-моему, в Германии, в центре города, там, чуть ли не котлован, говорят, а у нас такой исторически восстановленный центр старейшего города Гонзейского союза, а тут поставили новый стекла и бетона магазин Брингман. Мы потребовали, чтобы его снесли. Некрасиво, красивое современное здание, оно контрастирует, как бы это не смотрится, неорганично. Вот, оказывается, таким образом люди говорят, нам не нравится, хороший магазин, нам не нравится в историческом центре вот такой, там, стеклянный, там, бетонный, какой-то золотой зуб, например, или наоборот, какой-то, диссонирующий. Я считаю, что эти вещи надо обсуждать и надо развивать вот эту эстетическую, я бы сказал, составляющую. Той энергетик, которую мы имеем, которую мы строим. Нам не нравится трубу, например, нам линии электропередач не нравятся. Германии, вот, Шевелев говорил, запретили строить новые линии. Не хотим, чтобы были линии, вот, как хотите, так крутитесь. Это важный момент. Второй момент, экологический аспект, экономический аспект. Я, честно говоря, не понял до конца, хотя меня пригласили как эксперта в группу, чтобы я разъяснил им по поводу золоотвалов на реферский агресс. Ну и там, мне кажется, заложены ошибки в силу, может быть, тоже искажений уже понимания меня. А третий, вот, природный аспект, он мне более понятен. я не берусь обсуждать второй аспект, это на отдельном робочем порядке разобрать его. Я предлагаю самим вам разобраться, его более внятным делать. Он не воспринимается вот для меня лично, что вы и хотели сказать. А вот, природный аспект, он вроде бы более понятен, но там, на взгляд, ошибки. Если откроете слайд, тут искажения. В том числе, неправильно поняли меня, видимо. Природная сторона, природная сторона вот только что мелькнула. У меня здесь. Модернизация газоочистных сооружений и надеяния сухого золоудаления существенно снижает нагрузку на окружающую среду, на реферский агресс. Газоочистные сооружения, это не газоочистные сооружения, это, наверное, золоудаление. А, газоочистные, это зола вверх, да, которая... Это помимо, собственно, сухого золоудаления, там же еще планируется реконструкция газоочисток, то есть, введение уголовных фильтров и тому подобного. Как мы вчера говорили, я сегодня вроде это говорил, надо уточнить, что они золу снимают, не выбрасывают 150 тысяч тонн, а серу не снимают. И в этом смысле модернизация, она снижает, конечно, но она частично проведена. И она на самом деле не соответствует нашим требованиям, даже нашим перспективным требованиям. И сегодня итальянцы, проводя модернизацию, экономят на ней, большие деньги вкладывают, но не достигают показателей экологических. В этом смысле, конечно, снижает нагрузку, но недостаточно, надо уточнить. Внедерение системы сухого золоудаления, на самом деле, оно увеличивает нагрузку на окружающую среду, потому что система гидрозолоудаления, она рекультивируется, понятно, как рекультивировать ее. А с системой сухого золоудаления, вот мы пока не знаем. И опасаются жители сухого лога, Азбеста и поселка Ревтинского, что если дует ветер в их сторону, систему сухого золоудаления, это труболенточный конвейер, будет в трубе такой ленточной нести, золу и ссыпать в гору. А дует ветер, эта зола, эта пыль тончайшая, она по всей округе, все леса там будут серыми. В этом смысле тут неправильно, тут надо поправлять. Систему золоудаления пока как раз это угроза экологии. Другое дело, что она требует срубить 70 гектар, а ГЗУ требует 700 гектар. Тут есть такое, но не надо заблуждаться. Системы сухого золоудаления у нас в стране пока еще ни одной нет. И что это будет, никто не знает. Ладно, если справимся. А если не справимся, тут надо уточнить. Второе, использование методов сухого золоудаления ведет к сложности в хранении и утилизации отходов в присутствии потребителей шлаков и золы. Это правильно. В этом смысле. Но тогда, тогда надо, чтобы вверх-низу соответствовал. Ну вот на этом пока все. Со вторым аспектом экономическим надо разобраться. Он от кого? Он от человека идет? Потому что, смотрите, если вернуться туда, итальянцы вкладывают деньги в экологию Рефтинской ГРЭС. Вам жалко их денег или свое здоровье? Мне лично не жалко денег и к итальянцам. Мне жалко свои здоровья. Нам жалко, что они потом за наш счет деньги зарабатывают. Вам жалко, бедными станут. Лучше пусть мы и раньше помрем. Если я вас правильно понял, что вы жалеете деньги инвестора, вот тут, наверное, надо жалеть деньги себя, потребителя. Мы опасаемся, что он потом будет за наш счет свои затраты компенсировать нынешние. Ну да, за наш счет, потому что мы благодаря ему потом будем тратить деньги на свое здоровье, которое они усугубили. Поэтому пусть лучше они вкладывают деньги, раз они сюда зашли, да, чтобы у них было все экологически чисто, чтобы мы, наше здоровье и наш карман от этого тоже, соответственно, не страдали. Тут надо вот эти правки понять. А деньги инвестора, который купил станцию, вкладывают, чтобы еще 50 лет она работала, да еще не столько вкладывают, сколько надо, чтобы нам было, а сколько, чтобы им было выгодно. Работоспособность ведь они обеспечивают, а вот экологичность нет. И вот тут надо понять, пусть они потратятся еще, вот что надо, мне кажется, им сказать, чтобы станция была чистая, либо пусть они ее закрывают, пусть переводят на газ, пусть что угодно делают, но нам-то зачем это? Им прибыль пойдет, они меньше денег вложили, да, им хорошо, больше сэкономить, да, хорошо, больше электроэнергии продают, да, им хорошо, а нам-то что? Но это все-таки частный пример, когда именно иностранная компания модернизирует. Ну, наверное, да, но он неверный, поэтому я прошу об этом подумать, тут разобраться, этот самый по себе критерий, вот составляющий качество жизни, она должна быть как-то додумана, возможно, вы на правильном пути, только я еще пока не понял, я не критикую. Мы сами еще определяем это. А на примере просто показываю, что это приходит к такому парадоксу, да, мы экономим чужие деньги за счет своего здоровья, но не это же вы имели в виду ведь, да? Я поэтому и намекаю на это, что тут бы надо доработать, чтобы было более понятно. Есть суждение какое-то, да, Геннадий Владимирович? Нет? Хорошо, продолжаем. Спасибо. Следующая группа, группа Энергобезопасность генерации. Спасибо. Добрый вечер. Мизиньна Наталья, группа Генерация. Следующий слайд. А, да, хорошо. Тема дня оценка планов развития энергетики региона и тему доклада мы определили как определение слабых мест программы развития в области генерации. Цель доклада проанализировать программу развития энергетики Свердловской области на предмет соответствия критериям энергобезопасности, выявить слабые места. Следующий. В процессе обсуждения мы пришли к выводу, что энергобезопасность это надежное, качественное энергосбережение потребителей, энергоснабжение потребителей по приемлемым ценам. И поскольку в интернете мы не нашли ни одной убеждающей формулировки, мы решили оставить свою. Вот. Следующий слайд. Программа развития энергетики имеет некоторые недостатки. Неотраженный риск снижения энергопотребления из-за возможной потери потребителей. Промышленное потребление составляет 52,6% от общего энергопотребления. Тут бы хотелось пояснить. Вы этот график уже в изначальном его виде, наверное, наблюдали не раз, но про потери потребителей. Минимальное и максимальное потребление энергии, которое планируется, планируемое введение мощностей. Где-то вот здесь вот у нас, допустим, 2020 год. Также нужно не забыть учесть малые объекты генерации. Вот это дельта, это избыток, о котором говорили уже практически все группы. Почему я остановилась на промышленном потреблении? Чем выше цена, тем меньше желание и способность у предприятия купить электроэнергию. То есть однажды цена достигнет такого уровня, что предприятие будет просто не в состоянии оплатить себе обеспечение энергии. Вот он, резкий спад, когда неспособность оплатить электроэнергию приведет к тому, что предприятие просто закроется. А так как это 52,6% от общего энергопотребления, как я сказала, то дельта увеличивается с вот этого состояния до вот этого. Невостребованной мощности оказывается столько, что это приводит к критической ситуации. Вот. И пунктирные линии большое количество неучтенных в планах и по факту малых объектов генерации. Как следствие, невозможно просчитать профицит электроэнергии. То есть ту самую дельта, которая увеличится мало того, что отсюда досюда, еще и вот этот кусочек. Следующий слайд. Программа не снимает риски прошлых лет. Такие как нестабильность топливных поставок, недостаточно подготовленный и квалифицированный персонал, плохое качество топлива, что имелось в виду, чем глубже копаем карьер, тем выше зольность, тем ниже характеристики, тем ниже КПД. Не планируется использование возобновляемых источников энергии. То есть как 10 лет назад на Урале не было там, не знаю, ветряков, может это конечно не для нашего региона, то не планируется. Пагубное влияние золоотвалов, радиационный фон. На одном из сайтов мы прочитали, что радиационный фон золоотвала в 40 раз может превышать господи, что он там превышает? Атомные электростанции 40 раз, если брать эту цифру, мне кажется, что это немало. Следующий слайд. Технические риски энергетики будущего. Необеспеченность резервным топливом вновь вводимых мощностей. То есть поставили ПГУ, а в критической ситуации заменить газ будет нечем. И закупка большого количества иностранного оборудования. То есть у нас нет персонала, который будет способен установить дополнительные запчасти, если что-то сломается. Нет технологий, по которым это все может устанавливаться. Ну и нет самих запасных частей. То есть если бы нам позволили, допустим, на наших заводах изготавливать по западным технологиям те же запасные части, было бы проще в процессе ремонта. Следующий. По итогам сегодняшнего дня мы пришли к выводу, что программа развития энергетики Свердловской области соответствует принципам надежного и качественного энергоснабжения, но требует дополнительного анализа рисков. Спасибо за внимание. Поверните слайд тут. Суждение. Нету, да? Так. Я выскажу спасибо за вот такое действие, как изображение доходчивое и понятное. Я все понял на графике, что есть проблема неучтенного, вот это вот неучтенного прироста, да, в программе. Программа описывает, сколько будет, а сколько еще будет вот этих малых, неучтенных. Это мы не знаем. Это на самом деле критика именно программы. Это я услышал, увидел. Спасибо. Что? Ну вот как раз насчет этой схемки. Вот это падение потребления промышленных предприятий, оно основано только на вашем мнении получается. Не на мое мнение, а на мнении группы. Это вопрос, да? А вот здесь я бы хотел пройтись по этому более жестко. Мне кажется, что часть утверждений не имеет отношения к группе. Это не ваше суждение. Вот если развернете их, посмотрим. Даже то же самое снижение потребления. Во-первых, откуда вы взяли, какое оно будет. Другие, это понятно, что обсуждают. Но вот это не ваш, мне кажется, вопрос. Вы же про генерацию должны говорить. Мне кажется, вы отвлеклись здесь. Еще один есть момент там. Можно повернуть? Нет, нет, слайдер. Фактические риски. А вот. Не снимает риски прошлых лет. Вот это вот, мне кажется, очень много тут выдумок каких-то. Какие риски прошлых лет? Во-первых, это не видно, что это ваши вопросы. Кадровые риски. Ну, в программе этого, наверное, даже и нету. Но, во всяком случае, это, мне кажется, вы где-то отошли в сторону или неубедительны. Могу защититься? Да. Скажем, нестабильность топлива, низкое качество топлива. С чего вы взяли? Вы имеете в виду газ, нестабильное качество газа или нестабильное качество угля? Газ у нас, понятно, значит, один и тот же идет с характеристиками, которые контролируются постоянно, в том числе калорийность. И там пересчеты ведутся с топливостожающими компаниями. Уголь и Кивастузский, его много, и там насчет того, что дочерпали до дна, пошла глина вместе с углем, такого нету. Там тоже есть контроль качества, там есть, ну, есть, скажем, у нас антрациты, да, но на них референский конгресс работать не будет, зашлакуется тут же. А она работает на этих высокозольных, тощих углях, на них спроектирована. Они для нее оптимальны, для этого оборудования. В этом смысле по поводу качества топлива непонятно. Надо бы разобраться. А вот последний самый слайд. Риски. Можно его повернуть? Вот этот вот, да. Насчет резервного топлива. Если ПГУ встала, например, то она встала, и она не будет работать, а другие будут работать. Тут надо бы разобраться. Ну и что, что она стоит? Другие резервируют ее. Или это для потребителя, или риски для производителя, то, наверное, да, он убытки терпит. Мы беспокоимся об энергокомпаниях или нет? Тут надо разобраться. Но главное, мне кажется, второе, вот это вот закупка большого количества иностранного оборудования. Мне кажется, самый главный, единственный, важный тезис вашей группы здесь, и на нем бы стоило обратить внимание, это вот закупка большого количества иностранного оборудования. Во-первых, про закупку оборудования в программе, конечно, ничего нету. И там вы не могли прочитать, что оборудование для этих станций будет закупаться иностранное. Это не к программе, получается, да, но с другой стороны, можно сказать, раз у нас ставится много ПГУшек, да, с большими там мощными турбинами, то мы уже знаем, первую поставили американскую на Сугрессе, и мы уже обсуждали это, что с этим, неприятности, которые грядут с этим делом, да, у нас, как мы не можем контролировать там этот процесс, но дальше у нас ПГУ на Серове, ПГУ на Богословке, ПГУ на Нижней Туре, там, в академической, и мы ставим оборудование, которое, скорее всего, и в этом есть риск, будет импортного производства. В этом отношении, какой есть риск? Я бы его назвал по-другому, риск технологического отставания нашего отечественного энергомашиностроения, а значит, собственно, получается и общее наше отставание, вообще наше странное. Мы о технологических отставаниях говорили в прошлом, в прошлой презентации, нет смысла повторять, мне кажется. Да, нет, вы сейчас вот об этом, мне кажется, сказали. Закупка большого количества импортного оборудования, я говорю, то же самое, другими словами, мне кажется, это риск, как раз технологического отставания, возможно, это риск программы, впрямую этого нету там, там нету, впрямую, если мы будем производить наше оборудование, то, может быть, ничего страшного не будет. Это с программой вроде бы не связано, мы даем широкую дорогу для установки зарубежного оборудования и одновременно деградирует свое. Та же наша турбинка, например, мы знаем, что сегодняшних достаточного уровня конкурентоспособных технологий нету, мы отстаем много лет уже, а когда-то мы были одной из передовых стран в этом отношении. То же самое можно отнестись и к другим аспектам, но, мне кажется, вот этот момент очень важен, и его, как риск, как-то надо оценивать, с ним как-то надо работать. Я бы хотел обратить ваше внимание, что вот это надо разворачивать, а некоторые не ваши, не ваши риски, они же учтены в других программах, в других, вернее, докладах, не отвлекаться на них. Вот и все. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Хочу выразить суждения, но и некоторые наблюдения. По вопросам поставки иностранного оборудования есть в принципе очень большой плюс. Это то, что к нам поступает, если это оборудование высокотехнологичное, современное, грамотное, наш персонал, если, допустим, в работе с ним, соответственно, повышает культуру производства, ну и, соответственно, технологические плюсы от оборудования есть всегда от хорошего. Другой вопрос, как организуется эта поставка. Если независимые генераторные компании сами втихаря закупают с целью увеличения прибыли, тогда это, конечно, проблема. А если на этот процесс может влиять административный ресурс правительства, регулировать эти контракты, каким-то образом отслеживать, туда включаются условия поставки. Перевод документации на русский язык, обеспечение сервисным инструментом, обучение, персонала за счет поставщика. Эта проблема, она решается. Вот, все. То есть ее можно решать, она может быть решена с помощью определенной государственной политики. Так точно. Да. Если она есть, если она будет. Так точно. Она, видимо, должна быть. Да, пожалуйста. Программа как раз не отвечает никак на тему, какие технологии будут применяться и почему их надо применять. Технической политики в этом смысле там нету как раздела. Продолжение следует... можно иметь успех. Продолжение следует... 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 Мы пока находимся в равновесии. Можно дальше? На сегодняшний день в группе сложилось понятие развития энергетики. Это любое движение в сторону улучшения энергобезопасности сетей. Исходя из понятия развития, которое было дано группой, мы попытались сформулировать некоторые критерии энергобезопасности, которые важны для этого развития. Значит, первый критерий – это целостность электросети. Под целостностью мы подразумеваем такое состояние сети, при котором она надежно работает и выполняет свои функции по передаче электроэнергии. Дальше можно? Второй критерий – режимная устойчивость электросети, в том числе в случае аварийных ремонтов и в случае плановых ремонтов. Значит, под режимную устойчивость мы понимаем, что сеть должна выполнять свои задачи при каких-то аварийных ситуациях. То есть это как бы живучесть ее. Этот аспект нами рассматривался по той причине, что в программе развития энергетики региона большая часть отнесена именно узким местам. Там представлены практически в каждом регионе узкие места, которые необходимо устранять. Основная причина, по которой эти узкие места считаются узкими, это то, что при наложении плановых и аварийных ремонтов у нас необходимо вводить графики ограничения потребления для потребителей. Для того, чтобы это избежать, предлагается вводить новые линии электропередач, а также вводить различные устройства компенсации реактивной мощности, БСК и так далее. Дальше можно? Третий критерий – это доступность подключения новых потребителей и увеличение мощности существующих. Значит, доступность, подключение новых потребителей. Здесь два момента. Первый момент – это протягивание сетей в области, где потребителей, скажем, небольшое количество, и у них есть проблемы с качеством электроэнергии. И второй аспект здесь – это невозможность строительства новых сетей в центре города, что ли, Екатеринбурга, по той причине, что просто банально не хватает территорий. Чтобы этого избежать… Земля очень дорогая. Земельные участки очень дорогие. То есть, чтобы этого избежать, необходимо вкладывать больше технологий, в технологии, то есть, прокладывать кабели в земле, строить какие-то там подземные подстанции, либо кру ставить, которые, ну, получается, более дорогие, и из-за того, что земля более дорогая, в общей сложности все это получается дороже. И, соответственно, дорожает электроэнергия. И второй аспект – это, вернее, вторая часть – увеличение мощности существующих. Мы это связываем с тем, что, как я уже сказал, дорожание электроэнергии ведет к тому, что потребитель не готов платить такую большую цену, и они уходят из нашей сети, строя какие-то свои там, свою генерацию малую. И мы считаем, что эта генерация составляет конкуренцию нашему сетевому комплексу. Дальше можно? Четвертый аспект – наличие единой нормативной базы для субъектов электросетей. Это связано с тем, что, как все знают, в Свердловской области большое количество сетевых всяких организаций и большое количество бесхозных сетей. И порой вообще непонятно, к кому эти сети относятся, кто собственник, и в случае, то есть, ремонта, поломки, к кому обращаться, с кем вести диалог. Мы за то, чтобы была единая база, чтобы знать, к кому обращаться. Дальше можно? Пятое. Согласованность действий субъектов электросетевого комплекса. Здесь имеется в виду согласованность строительства и ввода новой генерации и строительство под эту генерацию сетей, то есть схем выдачи мощности. Наша точка зрения такая, что генерация, которая не очень нужна в самом регионе, поскольку регионы так избыточны, заставляет электросетевые организации вкладываться в строительство сетей. И, как правило, то есть, получается, что экономически это не очень обосновано для электросетевых компаний. То есть, потому что эти сети нужно обслуживать, опять же, и так далее. В этом плане. Дальше можно? Предложенные в программе мероприятия по развитию сетевого комплекса Светловской области соответствуют только критерию режимной устойчивости. То есть, мы считаем, что та программа, которая написана для развития в сетевой части, в основном соответствует только критерию развития, то есть, пропускной способности сети до несения мощности до потребителя. Дальше можно? После того, как мы разработали критерии энергоэффективности, мы открыли документ программы развития электроэнергетики и прочитали его с точки зрения энергобезопасности сетей и пришли к следующему выводу. Немножко электрические сети состоят из двух плоскостей. Это магистральные сети и распределительные сети. Магистральные сети – это у нас все оборудование классом напряжения 220 кВт и выше, и распределительные сети – это до 110 кВт. Можно дальше? Возвращаясь к вопросу, кто мы, что группа наша представляет, из-за чего она вообще нужна в энергетике, мы после самоопределения сделали такой вывод, что наша группа – это… она обеспечивает контакт между потребителем и генерацией. Контакт, прямой контакт. И, как я уже говорил, левая часть – магистральные сети. Значит, что там происходит? В программе развития очень много внимания уделено тому, что там надо строить новую генерацию. Можно дальше следующий слайд? Новая генерация, для этой новой генерации надо прокладывать новую магистраль. С точки зрения энергобезопасности это хорошо. Объясню почему. Самая главная задача энергосети, электросети – обеспечить потребителя электричеством. В случае, когда у нас здесь избыточная генерация, и к каждой генерации у нас есть свое подключение, то в случае выхода из строя или еще чего-то мы имеем возможность переключиться на альтернативную генерацию. Слово альтернативная неправильно. На другую генерацию, на новую генерацию, которая была построена. Но дальше, когда изучали программу, мы не нашли ничего, не нашли тех вопросов, которые возникают при появлении нового потребителя. Можно дальше? Там ничего про развитие вот этой части, части распределительных сетей не сказано, но мы определили самую важную проблему. Это и показали ее в таком графике, и назвали его график ограничений. Прямая линия – это у нас пропускная способность сети. Кривая – это уровень загрузки. И вот объясню на таком простом примере, чем это плохо. При строительстве какого-то поселка, возьмем любой поселок, там поставили трансформаторную подстанцию, поставили туда трансформатор 250, и тем самым наложили сразу же на ограничения на весь этот поселок. Ограничения есть, ограничения мощности. В этом поселке бабушки и дедушки пользовались электричеством, но со временем появляются все новые электроприборы, айпады, стиральные машинки, и им надо все это заряжать. Бабушкам, да. И у них со временем, с 70-х, 80-х годов уровень потребления растет. И в какой-то момент уровень потребления достигает ограничения. И сеть больше дать не может. Но они потребляют. И возникает такая проблема в коттеджах, когда потребляется больше, чем можно, это падение напряжения. Скачки уже начинаются. Это первая проблема. Вторая проблема в распределительных сетях, это когда существует потребитель, который уже давно пользуется. Вот мы рассмотрели этот пример на оптико-механическом заводе. Он существует, работает. Сейчас запланировал он для себя развитие. Он решил построить для себя новые цеха, ввести новое оборудование. И, соответственно, ему понадобились новые мощности. Вот он приходит в ЕСК и говорит, то есть вот он достиг этой границы, вот сколько ему дают, он уже все это изъял, использует. Ему надо больше, он хочет больше. Он приходит в ЕСК и говорит, ребята, дайте мне еще 2 мегаватта, к примеру. Они посмотрели на свои сети и этот график, график ограничения, он относится, он правдив для каждого источника, для каждой точки, для каждого узла. Они смотрят на свои сети и говорят, так у нас негде построить. Мы то, что там для тебя резервировали, когда ты там строился, мы тут уже все исчерпали. И говорят, вот тебе, чтобы мы тебя запитали, вот тебе счет, а в этом счету надо будет построить новую подстанцию, 35 на 10, новую. Соответственно, оптика механическая смотрит на этот счет. Конечно же, он является неподъемным для него и он начинает искать по сторонам что-то либо другое, отличающее от традиционной энергетики и находит те же самые газопоршневые турбины. И он смотрит там по стоимости, ему кажется, что по станции турбины строят, что газопоршневые. И он ставит эту газопоршневую по станции. Тем самым, чем это плохо нам, электрическим сетям? Мы, находясь на вот этом пике и выставляя вот такие большие счета, чтобы потом как-то развиться, чтобы потом как-то усилить наши сети, заставляем тем самым потребителя уходить от нас. И когда потребители от нас уходят, уходят от нас деньги. Самое главное, деньги уходят. И пока ладно, все. Ну и в целом вывод, который мы сделали, согласно вот этой теории ограничения, что текущая пропускная способность распределенных сетей не удовлетворяет текущим запросам потребителя. Дальше. Уже дальше. Да, и когда вернулись опять к плану, ну к программе развития, мы сделали следующий вывод. Первое, что да, там затронуты развития сети, но она относится больше к магистральной части и мало затронута, но мы на самом деле не нашли, мы хотели написать вообще не учтены. Не учтены вопросы развития распределительных сетей. Это первое. И второе, что в программе развития не учтено, это то, что вот эта тенденция, перехода потребителя на альтернативную технологию, на альтернативную генерацию, она, тот спрос, который прогнозируется вот в программе развития, он не будет выполнен, он завышен, потому что потребитель, он, ну это там, не знаю, не стопроцентный спрос будет. Как-то так. Ну все, давайте дальше. Какая энергетика нам нужна? Ой, не нужна. Она неустойчивая, недоступная, некачественная, дорогая. Все, спасибо. Спасибо. Там в конце было написано, нам нужна небезопасная энергетика. Предпоследний слайд, если вернуть. Не безопасная, а опасная. Так можно понять. Нам, ну или как, нам нужна, нам не нужна небезопасная, да? А, понятно. Когда я увидел выход Данила Бородкина, я думал, что я пойму, что я услышу. А именно, я услышу критику отсутствия технической политики в развитии электростевого комплекса. Критику в том смысле, что она не отражена в программе, и там мы просто решаем проблемы. На самом деле, здесь правильно было, мне кажется, отражено, что решается, ну, назвали это режимными проблемами. Да, узкие места расшиваются, и это, мне кажется, правильный факт. Вот, а то, что я услышал, в принципе, меня тоже устраивает конечный вывод, а именно, в программе не отражено никак развитие распределительных сетей. Имеется в виду, скажем, среднее напряжение и ниже. И это так. Но, как это учесть, вот вопрос. На самом деле, это так, не отражено. Там 64 объекта всего в приложении. А если мы посчитаем все десятки, все нольчетверки, только новые, которые надо построить, к новым потребителям, я уже не говорю про реконструкцию, она тоже не учтена в программе. И там даже крупные объекты реконструктивные не учтены. С этим тоже непонятно. Я добавляю к этому тогда. Но как учесть? Развитие распределительных сетей. Можно сказать? Да. Вы сегодня говорили, какой-то из групп рисовали, что если невозможно протянуть сети высокого напряжения к потребителю, то нужно строить там какую-то свою энергетику. Ну да. А вы-то что сказали здесь? Я продолжу как бы вашу мысль. Мне кажется, что заход ваш правильный. Как быть распределительными сетями? Это вопрос возвращаю вам. Как их отразить в программе? Я не знаю. Хорошо, если группа завтра скажет, как это можно было бы отразить в программе. Потому что проблемы на самом деле есть. Но я бы хотел выразить такие вещи. Понятные вещи. Первое. Это когда у нас есть, скажем, сети среднего напряжения. Есть ТП. Эти сети 0,4. Длинные. И у нас на этих длинных концах есть просадки напряжения. Вот здесь у потребителя уровни напряжения никуда не годятся. И есть концепция, которую мы с Данилом как раз обсуждали недавно. Шнедер Электрик ее презентовала на почти нашем форуме. Так называется ММФ. Московский международный электрический форум. Там покруче тусовка собирается. Там было такое предложение. Надо ставить сети не 10 кВт, а среднее напряжение ставить 20 кВт. Причем ставить его таким образом. Это по конструктиву, это то же самое. По весу, по материалам почти то же самое. Надо ее для всех потребителей доводить. Даже вот таким образом. Доводить до всех потребителей на этом напряжении. А сети 0,4 кВт делать очень коротким. Вот здесь трансформатор и вот потребитель. Сеть 0,4 кВт принадлежит ему. У каждого дома своя сеть 0,4 мизерная. Потери равны нулю почти. Резко снижаются потери. Вот эта концепция, она у нас сегодня электростивными компаниями не обсуждается, не развивается, не продвигается. Если бы мы предложили вот такую схему вместо этой, мы бы сняли проблему. Все равно реконструкцию нужно делать. Но что мы делаем? Мы делаем, меняем тоже на то же. 10 кВт на 10 кВт. Гнилые столбы на новые столбы. На 0,4 кВт, конечно, мы укорачиваем. Они делаем здесь дополнительные подстанции. У нас будут более короткие уровни напряжения. Мы нормализуем, снимаем. Но на самом деле мы никуда не уходим от того технологического уровня, на котором мы остались когда-то. Когда-то было 3 кВт, потом 6, сейчас 10. И еще на 10 лет снова 10. А не стоит ли посмотреть? Мне кажется, что вот это первый момент, который хорошо было бы отразить более конкретно. Я предлагаю вам его описать. Я думаю, что это лучше меня сделает. В тексте работы группы сетей. И второй момент, который тоже здесь начал обсуждаться, он меня тоже заинтриговал. На самом деле есть такая вещь. Есть генератор крупный. Здесь хорошо была написана схема. Ему надо схему выдачи мощности. Вот что его беспокоит. Дальше есть распред сети до конкретного потребителя. А есть, вот они дошли до чего-то. А есть, докуда они не дошли. Вот потребитель. У него нет. И вот потребитель. У него. А, потребитель. Назовем его, да? У него нет внешнего электроснабжения. И говорят, тяните к нам. Сетевики говорят, дорого тянуть. Вот я говорил уже там Бурмантова. Есть там. Вот недавно написали письмо снова с селой Юрьевна. Пишут, 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 пишут. Проведите 18 километров линии 0,4 киловольта. Мы говорим, так вас там мало. А сеть дорогая, 100 миллионов. Линия, десятка, 100 миллионов будет стоить. Неокупаемость. Сидите лучше без света, говорим. Но это же не решение. А какое решение? А какое? Надо, чтобы ингенерирующая компания построила там энергоисточник. Но им это не интересно. Они строят крупные электростанции, скажем, ЕНЛ. Будут строить в этой деревне. Что они там будут строить? Поэтому получается, и вроде в докладах это звучало, потребитель, ООМС, там, мелкий потребитель, ставит сам себе, потому что ни эти, ни эти, ни эти, тем более, не идут ему навстречу. И мне кажется, здесь в этом смысле имеет право вот такой ход на развитие. Надо разрешить сетевой компании ставить тут малую генерацию самим. И мы сравниваем, либо мы протянем линию, это наши деньги одни, либо поставим генерацию. Но тогда получается, что это нарушение канонов, нам уже запрещено ставить генерацию, нам, сетевикам. А где-то мы поставили генерацию прямо на конце сети, чтобы улучшить режимы. А где-то мы вот что сделаем. Где-то мы демонтируем существую сеть, она очень неэкономична. И вместо нее поставим генерацию. И опять же, снимем людей, снимем, да, и тем более, если надо все равно реконструировать. Вот надо выводить в реконструкцию, там, 100 километров. Обалденные деньги. Может ее демонтировать и поставить что-то совершенно новое, совершенно. Пусть это будет генератор, дизель-генератор. А может быть, это солнечные батареи будут, может какие-то гибридные источники. Но те, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить потребителям по его заявке, поставку в нужное им место. Вот я хочу жить на обрыве, там, на горе, на Денежкином камне. Вот у меня разрешение, да. Я хочу здесь жить. Можете мне обеспечить? Хорошо, чтобы бизнес, компания, скажем, ЕСК сказал, а можем? Или кто-то, да еще. Можем. У нас есть несколько решений. Сетевое, такое, такое посчитали. Для тебя можем такое случаем. Мы берем на обслуживание этот агрегат. Ну, например, по каналам спутниковой связи я готова обеспечить тебе диагностику. Если надо резервирование там какое-то. Можем ли мы это делать? Есть ряд, мне кажется, актуальных зон, проблем, которые могут быть решены, в том числе, таким образом. Это как бы второй вариант, да? Первый вариант, второй вариант и еще, и так далее. А что еще? В развитии, а не в тиражении того же, что есть, могут предложить сетевики для родной Свердловской области. Мне кажется, вот в этом направлении хорошо бы дальше группе двинуться. И, наверное, есть чего сказать. На самом деле, в программе-то этого нет. Спасибо. Да, пожалуйста. По второму варианту, это где генераторы, да? Где снести и поставить. То есть разрешить, я правильно понимаю, электрическим сетям, сетевым предприятиям заводить маленькие генерации, то есть ввести новую структуру в сетевой компании. Я правильно поняла? Да. Этого не было. Но, говорят, Великобритания сначала разделила сети от генерации, а потом поняла, что на дальних концах никто с генераторами туда не полезет, генерирующие компании, вернее, не полезут. А сетевики могут это сделать. Чего они такие же электрики взяли, поставили. Тем более простые устройства. Разрешили, исключение исправил, получается, и сняли проблемы. Иначе мы, думаю, и нужны будем строить эти сети. Кому это надо? Никому не надо. Почему бы не пойти на разумность? Тем более страна-то большая, область даже наша уже растянутая, и неэффективность сетей мы обсуждали на прошлой игре очень даже подробно. Есть зона неэффективности сетей. Что делать? Не жить там, а там вообще-то хорошо жить, там хорошие места, рыбалка, охота, грибы, все есть. Почему не жить? Люди хотят там жить. Давайте обеспечим. Мы можем им обеспечить, дать решение хотя бы на уровне. Я думаю, что можем. Вот в этом направлении, может быть, мы должны покритиковать программу и дать предложения, которые, может быть, туда и попадут. А если так, тогда и область это выиграет, и, может быть, сетевые компании выиграют. Спасибо. Извините, пожалуйста, еще один маленький комментарий. По развитию сетей, по региональным сетям до конечного потребителя, озвучивалась проблема то, что потребители ставят собственную генерацию, отказываясь под различными аспектами от внешнего электроснабжения. Имея опыт, так сказать, взаимодействия, я считаю, что в программе должен быть отражен процесс параллельной работы малой генерации с сетью, именно малой генерации потребителей. И каким-то образом этот процесс должен быть формализован. На данный момент этот процесс очень юридически долго решается. Или не решается вообще. Это снимет проблемы и устойчивости сетей на последней миле. И, так сказать, повысит динамику их работы. Это тоже предложение такое, да? Ну, я думаю, что рассмотреть можно будет в процессе работы. Передайте микрофон еще одну реплика. Владимир Курбанов, пятая группа кадра. Соглашусь с предыдущим осуждением, тоже хотел его добавить. И параллельно еще в докладе говорился пример про оптико-механический завод. Мне кажется, я бы хотел предложить группе рассматривать не данные вопросы, когда мы говорим об экономических аспектах, дорогивизне сетей для конечного потребителя. Потому что это даже, наверное, немножко вопрос пятой группы экономических аспектов. А вот с точки зрения доступности энергии для потребителей, которые не в состоянии построить свою генерацию. К примеру, это небольшой потребитель, ему не нужна большая мощность, но он находится в районе, где уже дополнительных мощностей нет. Ему говорят построить новые мощности, и он физически не может, потому что это сделать… Не умеет, не хочет. Ну просто тогда его стройка будет в принципе нерентабельным, его объекту, потому что он будет просто золотым. Вот что делать такому потребителю? Это про 0.4 понятно, но если не 0.4, если 10. И вот здесь вопрос более глубокий. С точки зрения, может быть, рассмотреть глобальную реконструкцию сетей, чтобы мощности поднять, может, какую-то эффективность. Вот в этом я предлагаю проработать в этом направлении. Спасибо. Коллеги, мы проработали 3 часа с небольшим. Начали мы не ровно в 7, а с большой задержкой. Но мы проработали уже, практически выработали свой норматив регламентный. Осталось два доклада. Полчаса еще потерпим? Три. Что еще? Виртуал хочет что-то сказать еще, да? Три доклада. Как мы договоримся? Полчаса еще сидим. Потерпим нарушение. Ну тогда динамичнее, да, получается? Группа теплоснабжения, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Казаков Игнат. Я представлю вам отчет нашей группе о проделанной работе за день. Постараюсь быть кратким. Можно следующий? На правах работы над ошибками. По вчерашним замечаниям мы решили выделить позицию группы более четко и сформулировали ее как то, что мы будем рассматривать все проблемы с точки зрения производителя для обеспечения комфорта потребителя. Также мы определили основные факты существующей теплосети, которые на наш взгляд наиболее значительны. Это износ сетей, который составляет порядка 70%. Он приводит к сверхнормативным потерям, к аварийности в этих сетях, что ведет к убыточность теплоснабжающей организации, которая ложится на нас, потребителей. Морально устаревшая система теплоснабжения. К этой области можно отнести и то, что до сих пор используется открытая схема теплоснабжения, что ведет к ухудшению качества предоставляемых услуг. Ну и потребитель в конечном итоге смотрит в сторону альтернативных каких-то решений, таких как крышные котельные. Из всего этого следует одна большая проблема. То, что отсутствует программа реконструкции теплоснабжающего комплекса, которая бы учитывала инфраструктуру объекта. Что здесь мы хотели сказать? К примеру, ремонт теплосетей в таком крупном объекте, как город Екатеринбург. И возможно провести, разумеется, сразу весь. То есть перекопать 70% улиц и перекрыть тем самым движение в городе. То есть эта программа должна быть поэтапной. Ну и программе должно быть уделено внимание повышению объемов реконструкции. То есть за счет дополнительных инвестиций и так далее. Потому что при существующих объемах уровень износа продолжает увеличиваться. То есть мы постепенно рискуем достичь критичного уровня, когда аварийность превысит все возможные пределы. Можно следующий? Мы решили оценить существующий план развития энергетики в Северной области. Как уже говорилось, в нем отсутствует план создания плана. Ну, грубо говоря, план создания программы поэтапного развития теплоснабжения. Хотелось бы отметить, что в этом плане должна быть оценка объективного состояния теплоснабжения, прежде всего произведена, чтобы наметить районы и так далее для реконструкции. Также должна быть произведена технико-экономическая оценка отдельных субъектов. Это что касается применения различных систем теплоснабжения. То есть понятно, что в городе Екатеринбурге нельзя отказываться от централизованного теплоснабжения, раз здесь есть такие большие объекты, как Сриловская, ТЭЦ и так далее, которые выдают большую мощность. А допустим, какие-то мелкие объекты на периферии, невыгодно ли будет перевести на какие-то локальные источники теплоснабжения или, возможно, даже индивидуальные. Также стоит отметить, что не разработана взаимосвязь развития теплоэнергетики с планом развития электроэнергетики региона. Как пример отсутствия такой взаимосвязи. Можно привести пример. Также созданы законы, которые регулируют область теплоснабжения, однако не созданы механизмы регулирования, то есть механизмы реализации этих законов. Мне кажется, в нашей группе кажется, что необходимо их создать. Можно следующий слайд. Одним из пунктов программы является отказ от крышных котельных. Наша группа решила проанализировать этот вопрос и выяснить, так правомерно ли это заявление. То есть отметим неоспоримые плюсы этого решения. Резко повышается качество энергии, то есть потребитель уже может сам регулировать, а также немаловажен вопрос, что сроки предоставления этой энергии уже не зависят от каких-то норм. То есть когда надо, тогда и включили. Сокращаются теплопотери на транспортировку, то есть по сути увеличивается КПД системы. Как я уже говорил, высокие возможности регулирования. Также стоит отметить, что при применении крышных котельных локализуется масштаб аварий. То есть если произошла авария, отключился один дом, а не целый район. Многие скажут, что при аварийности… Многие скажут, что аварийность в централизованном теплоснабжении ликвидируется быстрее и так далее. Но существуют способы минимизации ущерба от аварий. И на таких объектах, например, передвижные котельные на автомобильной платформе, которые подключаются к системе дома и на время устранения аварий, в общем-то, выполняют роль. Ну и перейдем к минусам. Стоит отметить повышающиеся факторы взрывоопасности. То есть в доме будет установлен газифицированный объект, который, разумеется, может при недолжном обслуживании взрываться. Кроме того, существующие проекты крышных котельных не предусматривают дезервного топлива. То есть при перебое газоснабжения не будет обеспечено теплоснабжение дома. Установка таких агрегатов в черте города повышает выбросы в непосредственном городе. Ну и ухудшение эстетического облика города за счет установки труб на крышах города. Мы все понимаем. На наш взгляд основной минус, основной минус этой системы это недогрузка централизованной системы теплоснабжения за счет оттока потребителей из нее. То есть на данной территории возможно подключение к теплосетям, однако оно не происходит. Ну и такие минусы, как увеличение потребления холодной воды, которая не всегда может быть предоставлена водоканалом. И большие затраты на ремонт, которые будут распределены в пределах одного дома опять же. Можно следующий слайд? Ну, в общем, мы сделали вывод, что вполне правомерно, что в зоне централизованного теплоснабжения не применять такое крышные котельные. Однако стоит их все же учитывать для каких-то частных случаев. Одним из пунктов программы является переход закрытой системы теплоснабжения. Мы решили рассмотреть и ее. Несомненный положительный эффект от внедрения этой системы это увеличение ресурсов основных фондов за счет того, что воду, циркулирующую в системе, возможно специальным образом подготовить, чтобы для снижения коррозийности и так далее. Улучшение качества конечного продукта за счет того, что потребитель будет получать подготовленную воду питьевого качества, приемлемого качества. Стабильный режим работы системы. То есть в системе, когда происходит отбор воды, насосы, получается, работают скачками. И кроме того, при большом отъеме возможно перемерзание системы, когда слишком много добавляется холодной воды. Однако стоит отметить, что для внедрения данной системы еще практически ничего не готово. То есть необходимо разработать схему финансирования, как это будет осуществляться. Большие объемы этого финансирования необходимы на покупку и установку оборудования. Ведь для закрытой системы нужно будет в каждом доме установить теплообменник. Также нужно составить программу перевода с открытой системы теплоснабжения. То есть тут техническая сложность будет заключаться в том, что одновременно придется работать двум системам. Ну и нужно будет затронуть систему холодного водоснабжения для увеличения потребления холодной воды. Но в принципе все положительные эффекты от этого процесса, мне кажется, перекроют затраты и этот переход необходим. Можно следующий слайд. Мы выделили недопустимые пути развития теплоснабжения. Как один из основных, это внесистемное развитие теплоснабжения. Это было, за чем я уже пытался раньше их сказать, но все-таки оставил на этот момент. Что мы тут хотим сказать? Чтобы теплоснабжение, планы на развитие теплоснабжения не строились обособленно от планов развития электроснабжения, энергетики в целом. Ну и вообще в принципе системный подход должен присутствовать. Например, как уже сегодня было рассказано, в городе Артемовском построили котельную на той территории, где теплоснабжение можно было организовать от имеющейся ТЭЦ, которая и так в принципе не догружена. Ну и что касается связи с электроэнергетикой, хотелось бы проработать что ли момент, когда вывод мощностей электроэнергетики, чтобы он не затрагивал потребителей теплоэнергии, потому что зачастую объекты электроэнергетики являются еще и поставщиками тепловой энергии. И вот чтобы этот вывод сопровождался вводом заменяющих мощностей по теплоэнергетике. Ну и недопустимо нарастание износа основных фондов, как я уже говорил, необходима программа модернизации и ее финансирование. Можно следующий? Долго еще, много слайдов. Последний? Давайте покороче. Да, ну и чтобы не отступать от темы, заданной на день, мы выделили все-таки критерии энергобезопасности. Двумя основными мы считаем качество и надежность. Ну это понятно, мне кажется, всем. Кроме того, выделили доступность, экологичность, возможность обеспечения надзора и контроля, наличие и применение эффективных технологий и долгосрочность. Спасибо. Я хочу высказать три замечания, мне кажется, которые полезны, на мой взгляд, учесть группе. Первое. Программа развития энергетики Светлевской области предполагает вообще, программа развития электроэнергетики в первую очередь, хоть там это может быть и не написано, но тем не менее, в первую очередь. То есть она не предполагает развитие коммунальной энергетики. Это другая программа. Это разные программы. Конечно, между ними должна быть связь. И это понятно. Мне кажется, что вот об этом вы говорили. Но объединять эту программу, расширять ее до коммунальной энергетики, до охвата в нее коммунальной энергетики, мне кажется, неправильно. И это никто не делает, и это и не требуется. Вот я прошу на это обратить внимание. С другой стороны, но. Но учитывать-то ведь как-то надо. То есть всю энергетику, в общем, надо как-то учитывать, пусть в двух программах, как они связаны. И вот, мне кажется, граница обсуждения вопросов теплоснабжения, в том числе с точки зрения энергобезопасности в нашем сегодняшнем залоге, она должна тоже быть определена. И она определена таким образом, на мой взгляд. Надо осмотреть, чтобы реализовывалась техническая политика страны. Она в стратегии заложена, и в нашей политике заложена. Целесообразно, экономически оправдано увеличение доли централизованных источников тепла, но там, где это, конечно, обосновано. И от больших электростанций, от ТЭЦ, можно сказать, с использованием когенерации, производства электрической энергии и тепла. Это выгодно. Там, где это выгодно, а там это должно быть и там, где включается в эту зону эффективного, уместного, комбинированного производства электроэнергии и тепла, там неуместно в этих местах развивать локальные источники. А наоборот, там, где далеко, централизованные источники, и теплотрассу тянуть далеко, там нецелесообразно тянуть ее. Вот эти границы и надо определить, оптимальные. То есть я к тому, что программа не должна все включать в себя, и должна смотреть, как повысить эффективность электростанций, в том числе источники на предмет увеличения выработки тепловой энергии. Значит, там, если есть потребление, хорошо бы его максимально замкнуть на эти источники, на электростанции. Другое дело, когда там, где электростанций крупных нету, а есть, оставим мы, как бы коммунальные источники, котельные, как правило, значит ли это что-то должно остаться за границей этой программы? Я не знаю. У меня есть такое понимание, что мы можем сегодня ставить малые электростанции, газопоршневые, различные там, да, электростанции, которые могут обеспечивать то же самое в выработку электроэнергии. Там, где можно производить не только тепловую энергию, но и электроэнергию. Та же Артёмовская ТЭЦ, на самом деле, это четыре котла, довольно новых, 90-е годы построенных. Она работает, как котельная. Её бы надо превратить в ТЭЦ. Яркий пример. Мы даже этого сделать не можем. Котлы большие, можно сказать, по 50 тонн в час. Поставь там турбину, и будет более эффективно. Сегодня это убыточная станция. Поэтому Фомичёв и пишет, к черчам собачьим надо её закрыть, эту станцию, и менять там всё. Может быть и так, но тогда цена вопроса этого тоже непонятная. А мне кажется, надо её доделать до ТЭЦ. А может быть, не только такую станцию, более маленькие населённые полки, более небольшие, тоже там применить способ централизованного, комбинированного производства электрической тепловой энергии. Только где это должно быть, что-то непонятно. Вот по поводу границы, чтобы не втягивать всё сюда. Ещё один момент у вас сказан, второй. Это должны быть разработаны механизмы финансовые для развития тепловоснабжения, но они должны быть разработаны в рамках программы, тогда программа вообще распухает. На федеральном уровне пост headline задача, а на региональном надо разработать механизмы финансовые. Их надо разработать, но, наверное, не надо их разрабатывать в рамках программы. Тогда что за это за работа будет, когда она будет включать в себя ещё и вот такие вещи. Но где-то должна параллельно разворачиваться эта работа. По поводу крышных отельных мне понравилось. Довольно внятно разложена вот эта политика. И мне кажется, мы на правильном пути. Хорошо бы, чтобы мы ее только довели до внятного текста. Вообще все, что мы говорим, хорошо бы вот этих слайдов превратить в тексты, потому что можно по-разному прочитать было это. Но то, что было сказано, мне кажется, правильно. И слайд про закрытую систему теплоснабжения, если его открыть, он написан, мне кажется, недостаточно крупными буквами. Надо последний вывод, где вывод, надо написать его крупно и запятую превратить в точку. То есть вы утверждаете, что развитие централизованной, вернее, закрытой схемы теплоснабжения необходимо точка, а не запятая. А вы запятая, но нет денег. Что-то там в этом роде у вас было. Еще не все проделано для этого. Я просто говорю, что надо отделить эти вещи. Вы утверждаете, это необходимо. Со словом необходимо, вы тогда должны это утверждать. Вот почему, вот почему. Вот у вас критерии. Качество, надежность там и так далее вывешены. Необходимо. И надо сделать так, чтобы это началось, этот процесс. Если вы считаете, что это необходимо. Надо убедить это. А дальше при этом возникают какие-то проблемы. Ну, надо решать. А так он сам себя нейтрализует. Ну, вроде бы надо, но денег же нету. Поэтому что рекомендуется? Ничего не рекомендуется. Мне кажется, даже, ну, как бы это не проблема вашей группы. Вы говорите, с точки зрения энергобезопасности, надо с крышными котелами вот так поступать. Или уничтожить их все. Или нет. Вот тут пусть будут, а тут не будут. Если они будут, то надо сделать их энергобезопасными. И тогда все понятно. Тогда мы нашли место, зону применения крышных котельных. Если хотите поставить в центре, то тогда, может быть, тоже должны быть условия, при которых вы можете их ставить в центре. То же самое с системой зацентрализованного, закрытого теплоснабжения. Если мы говорим, что она необходима, тогда вот почему, вот почему необходимо. И я уже повторяюсь, извините. Спасибо. Организационный и информационный аспекты энергобезопасности. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прошу уделить минуту внимания на наш доклад. Тема доклада сегодня такая. Сегодня наша группа оценивала планы развития энергетики региона с точки зрения влияния на энергобезопасность информационных систем. Можно следующий слой. Общая цель работы группы на игру была в создании и внесении предложений в программу об организации безопасности информационных технологий в энергетике региона. Следующий слайд, пожалуйста. Мы нашли планы развития энергетических компаний. Это частные примеры, влияющие на энергобезопасность информационных систем. Наиболее важными для нас, для нашей группы, мы отметили строительство новых и модернизация существующих энергообъектов с внедрением систем СУТП, внедрение систем АСКОЭ и внедрение САПРОВ в наши энергетические системы. Следующий слайд, пожалуйста. Это все оценивалось по разработанным нам и критериям. В них включены отказоустойчивость систем, саморезервирование систем, отсутствие уязвимостей в системах, отсутствие недокументированных особенностей и суверенность систем. Сейчас я поясню примерно, что это такое на примере следующего слайда. Мы составили табличку соответствия планов, критериям, по которым можно выявить оценку и сделать, собственно, вывод. Получается, что при применении модернизации и строительстве новых энергообъектов с внедрением систем автоматического управления мы получаем огромные плюсы в отказоустойчивости, так как не стоит так высоко, факт человеческой ошибки, не так высоко стоят моменты ошибок в работе людей и аппаратов, так как это все дело у нас уменьшается и сводится к минимуму. Саморезервирование весьма повышается, но в таком случае получается то, что у нас приобретается огромное количество уязвимостей, которые преследуют нас со стороны информационных технологий. То есть это различные хакерские проникновения, различные сбои систем сами по себе и, собственно, кадровые проблемы в связи с тем, что кадры не готовы работать с этим. Также у нас есть проблема отсутствия недокументированных возможностей программного обеспечения и технического hardware. И, собственно, у нас не везде прослеживается суверенность продукта. Суверенность – это, собственно, верность продукта, так скажем, его деятельности. То есть мы не знаем, что этот… так как он произведен не нами и не в нашей стране зачастую, мы не знаем, какие проблемы он нам может выдать на гора. Это не так сильно проследуется в САПРах, потому что у нас применяются САПРы отечественного производства. Так, можно следующий слайд? Мы сделали вывод, что нам не нужна энергетика, не отвечающая критериям безопасности информационных технологий. И, собственно, напрашивается из таблицы вывод о том, что внедрение новых технологий привело к переводу рисков энергобезопасности из кадрового аспекта и многих других аспектов в информационный аспект. Ваши вопросы? Есть и такие, и есть. Все понятно вообще? Есть вопрос, пожалуйста. Отложите вопрос на понимание. Организационный аспект в группе вообще рассматривался? Потому что второй день, почему вопрос второй день, я в основном слышу информационный аспект. Организационный аспект, безусловно, рассматривался, организационный аспект, он идет в ногу, так скажем, с аспектом информационным, так как в первую очередь это все вводится благодаря организации, собственно, организационных моментов поздничных. Ну то есть организационный в рамках информационного рассматривался? Да, конечно. Все, понятно. Спасибо. Еще что-то? Спасибо. Реплику. Я сегодня уже пытался с руководителем групп на эту тему говорить, но мне кажется, уместна вот эта схема. Я не знаю сам, что с ней делать, она мне интересна просто, интересно разобраться вот с этой точки зрения, почему мы задумывали такую группу, организационная информационная безопасность, слова-то разные. И как с этим быть? Да-да-да, почему такая группа? Вот почему такая группа? Я хочу внести ясность, признаться, почему я это так излагал, и может быть группе это поможет, а может быть даже и нет, не знаю, что с этим делом. Сегодня обсуждали вопрос, не убрать ли это слово, одно из слов, просто информационная безопасность так же двигаться, понятнее и яснее. Но я исходил из того, что нам имеет смысл построить понятие энергетики, как системы деятельности. Система деятельности, энергетика. Называется так. И вот если мы рассматриваем как систему деятельности, и есть некоторая энергобезопасность, как возможность разрушения вот некоторого, некоторой достаточности этой системы, то их можно рассматривать вот таким образом. некие внешние действия, я бы сказал, система мышления и действий, вернее, и деятельности, Господи. Вот. И тогда, получается, внешние такие какие-то угрозы, вот такой достаточности, что ли, этой системы деятельности могут быть. Я их называл умысел. Ну, злой умысел. Или умыслы различные. Умыслы это могут быть вредительство, может быть диверсия, диверсионные акты. Сейчас у нас начинается достаточно бурно расти требования к антитеррористической защищенности энергообъектов. Паспортизация, критерии отнесения. Вот МРСК прислала подстанцию Анна в этот перечень, губернатор утвердил. Потом он пишет второе письмо. Вы знаете, мы подумали, что мы зря отнесли подстанцию Анна к объектам, скажем, которые надо отнести в этот ранг, которые им надо обеспечивать паспортами, обдумывать. Потому что один сухоложский цементный завод обеспечивает, и все. На Каменск не влияет, на узел не влияет. Вот такая подстанция получилась. Хотя строили ее всем миром, как бы, для вот этого конкретного бизнеса. И может быть, они и правы. Вообще непонятно просто с этим. И вот этот умысел, это диверсионная деятельность, или в случае войны, должны ли мы рассматривать устойчивость энергетики в условиях военных действий. Вот это, вот эти вещи, разные умыслы, мне кажется, мы должны рассматривать, когда говорим про энергобезопасность. Ну, если у нас есть вооруженные силы, зачем-то, да, то есть угроза войны. Если угроза войны, то как энергетика к ним готова с этой точки зрения? Да, пожалуйста, пожалуйста. Только микрофон, микрофон. То, что вы сейчас рассказываете, нашей группой рассматривалось, и есть, в принципе, в наработках. И еще такой вот вопрос к вам. Есть ли в программе учет, шифровки каналов и защиты системной информации? Вот в этой нашей программе? Да ничего там нет этого. Близко, ничего. И я хотел бы, так сказать, приблизить вам эту тему, так как это, безусловно, важно, что в связи с переходом подстанций, в связи с переходом энергетических объектов на автоматику, очень важно защита, собственно, линий, защита самих энергетических объектов со стороны информационной безопасности и вычленения их из систем и сетей. Давайте сейчас не будем обсуждать. Я просто к тому, что вот эта постановка, уточнение задач группы, оно должно было повлиять на самоопределение группы, соответственно, на доклад группы. Должно здесь вынырнуть каким-то образом. Если вы это понимаете хорошо, тогда все понятно. Если не понимаете, то я хотел бы, чтобы вы это учли как-то, подумали над этим завтра и как-то это отразили для себя. Может быть, я неправильно говорю. Так вот я говорю, что диверсии возможны-возможны. Возможно диверсии с помощью динамита, раз, да? А возможно с помощью предоносных программ. Информационная безопасность говорит о том, что могут быть какие-то, скажем так, информационные, как это сказать, информационные, что ли, атаки, да? На центры управления энергетикой. И в этом смысле это то же самое. Какая разница, какое средство применено, если выведена из строя электростанция. Ну, разница, конечно же, есть. Например, на электростанции может упасть самолет. Он может упасть на Репчинскую ГРС, может упасть на Белоярскую АЭС. Последствия будут разные. И в этом смысле тоже имело бы смысл это оценить. Мне так кажется. С другой стороны, есть, и вы вчера на эту тему говорили, есть возможность вот такого воздействия. Это, я бы сказал, недомыслие, вот какой-то недоучет. Причем это связанные вещи, они должны быть в балансе. Мы должны продумать все так, чтобы никакие, все замумыслы были учтены и нейтрализованы. Вот концептуально, мне кажется, группа должна сработать так. Как с этим работать дальше, мне, честно говоря, непонятно. Но это так была задумана ваша группа. Если вы это понимаете, то, может быть, мы вместе с вами разберемся, как нам работать дальше. Я пока не очень понимаю, но здесь я чувствую, что здесь сложность есть. Мы, если честно, боялись вот именно вывести вот этот аспект, так как думали, что нужно учитывать и другие. И вот вопрос, вот внутренняя вот эта вот стрелка, это вы подразумевали защиту от дурака или что-то еще? Спасибо. Это просто вы вчера говорили про плохой менеджмент. Вот из вашего доклада вчера я говорю, вроде бы вы об этом тоже думали. Сегодня непонятно. Мы, кстати, еще об одной стороне не смотрели. О том, что программное обеспечение очень, ну, в принципе, не часто, но тем не менее имеют место еще ошибок, программных именно ошибок. То есть если у нас будет полностью вся технология сконфигурирована на программное обеспечение на работе автоматики, то могут возникать вот именно такие ошибки. То есть еще просто одна сторона. Ну, я думаю, что это как-то каким-то образом будет учтено. Но, коллеги, у нас остался один доклад из-за виртуального… Что? Рассмотреть вопрос. Громче. Еще раз пояснить, вот рассмотреть энергетику системы мыследеятельности. Ну, как бы безопасную систему мыследеятельности. То есть я не уверен, что группа поняла вот то, что вы сказали. Может быть. Может быть. Да. Тем не менее, тогда это надо обсудить и разъяснить, поняла или нет. Ну, вы завтра поймете это или сегодня на рефлексии это поймете. Вы же будете это обсуждать. Зачем нам всем занимать это время для этого? Еще что, да? А, в целом. Ну, у нас еще один доклад есть. Давайте его тогда включим. Я, просьба, Константин Филиппович, достаточно лаконично постараться доклад сделать. Мы уже перебирали дополнительное время, перебрали. И нам еще надо посоветоваться, как работать дальше. Ну, на минуту еще я задержу. Вот Фомичев пишет. У нас самая защищенная система. Чтобы отрубить какой-то фидер, надо ехать на подстанцию и делать все руками. Поскольку никакой автоматики просто нет. Это он вам просто... Как-то вам надо ознакомиться с тем, что вам пишут, но я не могу все транслировать. Это Фомичеву, позвоните с ним, переговорите. У нас сейчас доклад. Константин Филиппович уже в сети. Но мы его не слышим. Костя. Нет, я говорю, нам надо как-то микрофона согласовать, чтобы петли не было. Хорошо. Нам надо выключиться, да? Все нормально. Ну да. Говори. А-а-а. Как сказать-то? Да. Доклад посвящен планированию прежде всего движения виртуальной группы по оргпроекту. Так. Я вижу, что я все это удваиваюсь в микрофоне. Это уже неизбежно, да? Ну ладно. Так. Значит, я могу слайды перелистывать. Общий, значит, этот самый... Если бы можно было, ребята, запись включить, включите, пожалуйста. Или я сам могу включить? О, ага, сейчас я сам включу. Значит, так. Ага, вот так. Чтобы завтра коллегам протранслировать. Ну, то есть, если мы говорим про развитие энергетики, и тем более про программу развития энергетики, то нужно, наверное, определить основания, прежде всего, развития этой энергетики, чтобы на последующем шаре выйти на необходимость программирования. Вот. Этот доклад посвящен первой части и, по возможности, привязан к теме дня, которая звучит оценка планов развития энергетики. Здесь будет речь идти об основаниях развития энергетики региона и о первичном образовании субъекта развития. Так, цель доклада, значит, установить контакт с аудиторией. Основная идея. Невозможно говорить о развитии, если параллельно не будет образовываться субъект развития. Это параллельный процесс. Каким образом может начаться этот процесс образования субъекта развития? Вот по гипотезе, посредством в том числе моделирование вот этих вот оснований развития энергетики. Значит, в плане таких оснований, значит, предлагается следующая схема модельная. Базинственная схема разрывов энергетики. То есть, полагается изначально, что вся существующая энергетика на планете, она, так сказать, вывернута наизнанку, она негармонична. Прежде всего, вследствие наличия трех типов энергетических разрывов. То есть, это внутриличностного, межличностного или внутригруппового и соционормативного. Ну, кратко пояснить, скажем, соционормативный. Допустим, разрыв религиозно-социальных норм и государственно-социальных средств. Это во всех государствах. Но эти три типа разрывов никак не сорганизованы друг с другом. Вот, очевидно, что сорганизовываться они могут только общей сферой устранения этих разрывов. Значит, в идеале, как бы, они могут образовывать такую вот организованность, показанную на слайде следующем. То есть, центральным и самым важным является разрыв внутриличностный, затем коммуникативный, затем социально-нормативный. Именно в такой последовательности. А не наоборот, как принято рассматривать. То есть, традиционный подход «накормите человека, и он станет гением» значит, не подходит. Прямо наоборот. Значит, но что делать с этими разрывами, встает вопрос. Каким образом практически можно с ними справиться? Ну вот здесь также, значит, по гипотезе, вот такая гипотетическая модель становления проблемной формы. То есть, утверждается, что переводом разрывов в проблемную форму, посредством фиксации проблемы, посредством именования ее, которая позволит получить, значит, частичное решение проблемы. То есть, сначала разрыв ощущается, видите, правая, значит, точка звезды. Затем наступает проблематизация. То есть, такое переживание разрывности бытия в одном из типов, значит, носителей, то есть, или личность, или группа, или социум в целом, когда, значит, ну, это присутствие, значит, разрывности становится неотвязным. И если человек не впадает в агрессию, если он не выходит там на пусто-порожние митинги и так далее, и так далее, от простого критиканства он начинает вопрошать о причинах такого состояния, то он, значит, переходит к состоянию вопрошения. Вопрошение, то есть, это сама по себе форма бытия субъекта, предшествующая вопросам. То есть, вопросы, это уже есть прямой поиск ответов, а вопрошение еще этому предшествует, потому что в зависимости от того, насколько долго выдерживать вопрошение, такие будут и вопросы. Ну, и если, значит, дело доходит до вопросов, то не избежать, конечно, коммуникации, как внутриличностной, так и межличностной. Вот, ну и это может привести уже к тому, что проблеме будет дано имя. Вот часто мы говорим, да, проблема, проблема не платежей, там проблема того, проблема сего. А проблема ли это на самом деле? То есть, несет ли она в себе проблемную энергетику? И способна ли такая речь о проблемах привести к их решению? Вот ведь о чем речь идет. То есть, ну, здесь утверждается, что если вот предыдущие этапы, а именно коммуникация, вопрошение, проблематизация и разрыв, они отсутствуют в арсенале игротехники и игротехников, то, значит, проблематизация не может быть конструктивной. Это будут отдельные вспышки, которые будут заканчиваться, ну, какими-то коммуникативными конфликтами, которые также, значит, ни к чему не приведут. Вот, правильная фиксация проблем неизбежно, значит, приводит к частичному ее решению. Вот, то есть, таким образом, здесь, значит, получается такой спиральный цикл, когда фиксация проблемы с одной стороны приводит к углублению разрывности, с другой стороны к решению проблемы. Это очень, значит, важный момент. Так, ну вот я должен остановиться, значит, насколько, так сказать, непонятно все, что я говорю, то есть на сколько процентов то есть, если есть какие-то вопросы, то, значит, можно остановиться или уже, так сказать, и не мучиться, и дослушать меня до конца. Какие будут мнения? Дослушать до конца, хорошо. Следующий слайд. Значит, если вот в этой звезде выбрать основной пункт, ну, как видите, это разрыв, да, то, преобразуя определенным образом, значит, эту звезду, можно получить вот такую фигуру, где разрыв является, потому что вопрос такой, каким образом зафиксировать эти разрывы? Вот ведь непонятно, о чем я говорю, а как бы утверждается, что если разрывы в энергетике будут зафиксированы соответствующим образом, то, значит, это, да, возможно, становится вот это вот изложенное выше модельное движение. Значит, что-то, что-то, что с собой представляет, значит, вот эта схема? Здесь две пары бинарных оппозиций, как видите. Проблематизацией противостоит фиксация или минование проблем, поскольку оно останавливает этот процесс, который небезопасен энергетически, потому что если пары бинарных оппозиций, значит, неуправляема, и если игротехника, значит, соответствующего внимания этим процессам не уделяет, то она может стать разрушительной, то есть вовремя нужно почувствовать, когда, значит, ситуация в группе созревает до того, чтобы именовать проблему. С другой стороны, коммуникация, вопрошение также противостоят друг другу, потому что коммуникация – это процесс очень такой потенциальный, интуитивный, выношенный, вот, коммуникация же, то есть больше внутренней коммуникации, а же процесс больше внешний. Вот, ну тут появляется, значит, вот разведение, как видите, значит, то есть разрывность между этими вещами, она, значит, обозначена как такая сингулярность, как точка скрещения, но ей соответствует окрестность этой точки, значит, в виде форм решения проблемы, то есть, видите, да, стрелки, значит, бинарные тормозят на решении проблемы, что очень важно. При этом, как бы, само решение, значит, рефлексивно может выявить более глубокий разрыв, который оно в себе несет. Это, собственно говоря, как бы и понимается, как шаг развития. Так, ну, следующий слайд, значит, следующее усложнение, значит, лодики этой схематизации, поскольку появляется здесь вместе с пятым элементом разрыва, значит, шестой элемент решения проблемы, то эти топы можно, значит, упаковать тоже в известный вам диксайтер, то есть минимальную пространственную форму, сочетание, значит, троичных форм, да, то есть два тетрадера, стоящих основаниями друг на друге, ну, вот тут, как бы, в модельном плане осуществляется выход на позиционирование субъекта развития. Ну, как бы, вот, я, пожалуй, больше пояснять эту схему не буду. Вот, такие выводы, значит, можно сделать, что для первичного образования субъекта развития энергетики требуется какое-то, не какое-то, а деятельностное моделирование, пространственности коммуникативности этого субъекта. Вот он сейчас потенциально, как бы, у нас здесь зреет или теплится, или как, не знаю. И если движение в сторону образования не осуществится, то можно считать, что, как бы, КПТ игры будет невысок. И шансов прорваться к новому пониманию программности, к целевому видению, значит, методов и форм коррекции, то есть, что и как можно воздействовать на ситуацию, чтобы, значит, взаимодействующий субъект развития этого нового видения программности смог реализоваться в реальной коммуникации постигровой, эта цель не будет реализована в этом случае, если субъект развития не будет формироваться вот из нас, из всех участников игры. То есть, это может быть системная организованность, сложная организованность, которая включает, значит, многокомпонентное взаимодействие с виртуалом, в том числе, и реализация различных способов его включения. Вот, потому что я вот так смотрю на оргпроект, да, то есть, вот, третий тематический день по энергетике и кокритике он отнесен в пятый день, и тут такая вздвижка, вздвижка проведена, завтра, значит, два дня по тематизму России, то есть прогнозы и следующий день форсайты, уже связанные, значит, с соцсистемой. То есть, подразумевается, как я понимаю, что завтра и послезавтра это дни, где возможность все-таки какого-то абстрадирования, какого-то отрыва и обобщения и видения проблем энергетики, она реализуется, поскольку, выходя на уровень страны и региона, говорить только об энергетике, на профессиональном языке и замыкаться только на, так сказать, профессионально-пределетном понимании проблем и трудностей, ну, это, значит, вываливается из оргпроекта, поскольку, значит, в оргпроекте положено иное. Вот, до сих пор на играх, значит, как-то подняться и рассуждать об энергетике в обобщенных формах не удавалось. И это, мне кажется, основная причина того, что до сих пор вот это вот новое понимание программирования развития, оно не получено. И так в этом смысле завтра и послезавтра очень сложные и тяжелые дни для реализации именно этой функции. Потому что, ну, как бы пока что сдвиг, конечно, мне кажется, предметный, я уже перехожу к рефлексии и как бы заканчиваю доклад. Ну, его можно прочитать, кто, значит, захочет там задать вопросы в интернет-ресурсе, который, значит, вам разослан и так далее. То есть все мы открыты для диалога. Вот, если, значит, вот от уровня ну, так сказать, так у нас на играх это именуется трава зеленая, но вот сегодня она чуть-чуть, так сказать, подвытянулась, но принцип такой же, то есть выхода за пределы, значит, вот узкопрофессионально-предметного видения пока не осуществляется. Вот. Каким образом будут эти попытки реализовываться, я вот ей-богу не знаю. Потому что, конечно, я понимаю, что доклад слишком абстрактный, непривычный в языке, мало понятия, на чем речь. Но, как бы, тем не менее, он должен быть сделан, поскольку в нем заключена некоторая мысль. Вот. И можно, так сказать, если что-то зачерпнуло или что-то зачерпнет, значит, относительно хода игры, то, возможно, значит, какие-то консультации или возвращение к каким-то тезисам. Ну, это вот эти... Костя, все, да? А, так, вопросы? Нет, нет вопросов. Нет, вопросы есть, там они слышат, если Филиппович слышит, я слышу, слышу, конечно, тут я... Константин Филиппович, я правильно вас понимаю, что доклад не по теме дня? А, нет, Андрей, неправильно. Доклад именно по теме дня. Тогда осуждение. Очень много в докладе как бы про следующие дни. Да, да, да. А как тогда по теме дня, если вы все время ссылаетесь на следующие дни? Нет, вот тема такая. Оценка планов развития энергетики. Эти планы подозревают для меня, прежде всего, прогноз или какие-то гипотетические модели, проективно-модельные заходы на образование субъекта развития. Поскольку какие могут быть планы развития энергетики без затрагивания этого момента. Я понимаю, что таким образом виртуальная группа намечает встречное смысловое движение. Но, между прочим, Андрей, если ты помнишь, это встречное движение смысловых потоков было запланировано в ПИЦ Уралтеп. Поэтому, как раз по плану, более чем. Просто я понимаю этот план, ну, как бы, более пролонгированным таким путем, потому что, если идти только на расстоянии вытянутой руки, не видя предыдущих дней и последующих дней, как волн определенных развития, то, мне кажется, это резко сужает энергетику игры и возможность выхода на, как бы, реально рефлексивное движение и продвижение понимания. Спасибо. Плядь, подожди. Можно? Да. Констант Филиппович, я... Да-да, здесь я наслушаю. Я скажу, суждение не вопрос, просто то, что мне отсюда видно, я, конечно, очень хорошо отношусь к тебе и ко всей виртуальщине, сама там бываю, но сегодня цель доклада, ты помнишь цель, которую я опубликовал, не достигнута. Более того, я думаю, ты нанес урон виртуальному. Мне жаль. Ну, насчет урона я не согласен, поскольку, значит, первоначально этот доклад я планировал вообще от себя, но сегодня мы по теме этого доклада работали втроем с Валдой и с Юлей, единственным. То, что этот доклад напрягает понимание энергобезопасности игрового пространства и игровых действий, я это понимаю. А как бы в чем урон, Лена, если бы ты могла немножко пояснить, то мы, может быть, тут вышли бы на какую-то такую плодотворную оппозицию. Илья Новиков. Константин Филиппович, если вы продолжаете утверждать, что ваш доклад в тему дня, тогда такой вопрос. Я правильно понимаю, что вы говорите, что та программа развития, которая сейчас существует, полное фуфло и в ней ничего нет в развитии? Ой, я извини, я тут звук был отключен, я не слышал, что ты сказал. Ничего страшного. Повтори, пожалуйста. Еще раз, если вы продолжаете утверждать, что ваш доклад в тему дня, то тогда правильно я понимаю, что вы говорите, что та программа развития энергетики, которая сейчас есть, полная фуфло и в ней вообще ничего нету. Про развитие. Так это ежу понятно и давно. Спасибо. Все, да? Кость, у меня вопрос. Вот в первом, в самой первой схеме слово вопрошание, если было бы переписано так вопрошание причин или вопрошание о причинах, это бы не исказило смысл? Вроде бы так, я тебя услышал. Нет, не исказило. Оно бы его сузило, но законкретило. Ну, дело в том, что мне таким образом твоя схема наконец стала более понятной. Я ее два раза не понимал, с третьего раза начал немножко понимать. Спасибо. Коллеги. Да, пожалуйста. Надежда Шемова, группа ресурсы. Константин Филиппович, вот такой вопрос, я просто понять пытаюсь. Вот это фиксация разрывов, то есть отсутствие фиксации разрывов, это стала быть такая нежелательная ситуация. Да? Ну, это ситуация невозможности старта. Ага. И вот тогда в этой схеме энергетика, она как бы на каком этапе, что ли, находится? Можно как-то это сказать? То есть или нельзя так поставить вопрос, нужно говорить о каком-то конкретном примере в энергетике или как? Или, можно сказать, энергетика там, в ней не фиксируются разрывы там, или как? Вот так. Ну, тут вот очень спасибо, большое надежда, что ты задаешь, значит, такие вопросы, очень точные и по существу. Большое спасибо. Основная идея этого доклада в том, что невозможно рассматривать разрывы раздельно друг от другого, один от другого, от третьего. Их нужно рассматривать в системе. то есть здесь, значит, фигурирует энергетическая система, как отрасль, да, профессиональная группа, да, и отдельно, так сказать, отдельно взятый субъект, то есть это каждый из нас здесь. Вот заход такой. И вот рассматривать эти разрывы в их взаимодействии, может быть, как-то играя, танцуя от одного к другому, я не знаю, это вот. Ну тогда, а вот сейчас в энергетике, как в отрасли, фиксируются разрывы, ну вот на ваш взгляд, ну там на взгляд группы. Более сложные игротехнические задачи здесь. А, нет, не фиксируются, конечно, не фиксируются, их и не важно фиксировать. Понятно. Все, да? Так, я закончу свое соображение. Я с большим уважением отношусь к Константин Филипповичу Гаврилову. Я понимаю, что все, что он говорит, он говорит искренне, с пониманием, что он делает сейчас здесь для нас. У меня просто изначально нет сомнений, что он напрашивается на выступление, значит, он работает на пользу нас всех, нашей игры. Другое дело, очень часто, когда я его слушаю, я говорю себе на том, что я либо ничего не понимаю, либо почти ничего не понимаю. Но вопрос, чьи это проблемы? Константин Филиппович или мои? Может быть, наши общие? Но вроде бы, как сказать, что это его проблемы, я не могу. Тем более, если он хочет мне помочь организовать работу на завтра и дальше по игре. Он говорит, я хочу помочь. А я говорю, мне не надо помощи, да? Ты не по теме дня и так далее. Не проходит. Я не могу так сказать. У меня так язык не поворачивается, даже если ничего бы не понимал. Но немножко вроде бы начал понимать. Костя, спасибо вообще за доклад. Мне кажется, он вот как, по поводу, по теме или не по теме дня. Вот он в чем очень, в точку. Не по теме дня, но в точку, я бы сказал так. Сегодня, да, ты прав, ты говоришь, мы до сих пор пока еще говорим про энергетику. Мы находимся в этой предметной области. Но мне кажется, это правильно, что мы до сих пор говорим. Вот если мы завтра будем продолжать так же говорить, это уже будет неправильно. И сейчас возникает вопрос, а как нам дальше построить работу? Мы про энергетику уже все сказали за два дня. И дальше-то что делать? И вот мне кажется, я понимаю посыл твоей подсказки, что как нам перейти из этого режима, который был необходим, мы его прошли, мы что-то здесь проделали, ну что-то надо доделать, но тем не менее, в целом, ну как бы повестка исчерпана. Мы разобрались с тем, что здесь хорошо, здесь плохо, настолько, насколько это надо было нам для нашей работы. А что делать дальше? Не очень понятно. И вроде бы надо посмотреть, надо на всю эту энергетику, всю нашу проблематику с никакой другой стороны. А с какой? Я понимаю, что Константин Филиппович дает нам подсказку, как можно организовать нам дальше нашу работу. Он не по теме сегодняшнего дня, а на стыке, в точку перехода из одного режима работы в другой режим работы. Он говорит, вам надо все равно переходить в другой режим работы завтра. А как переходить? Вы знаете? Ну, если не знаете, послушайте меня. Мне кажется, я знаю, как вам перейти завтра в другой режим работы, чтобы она была тоже продуктивной, чтобы завтра и третий день тоже был продуктивным. А это будет уже другая какая-то работа. И нам надо с этим разбираться. Нам, игротехникам, мне, руководителю и вам всем, участникам, потому что мы на самом деле одно целое. Мы должны вместе понимать, что мы делаем. И, возможно, у нас будут проблемы, если мы не разберемся с этим делом. Мне кажется, что я на самом деле вижу это, слышу это не первый раз. Да, тут смешочки по поводу треугольников сквозят и в чате. Тут тоже публика так прикалывается, что называется, над Филипповичем. Ну, хорош, ребята, прикалываться. Мы же понимаем, что человек искренний, да? Вы что, не верите этому, что ли? Что он говорит, что у меня есть представление, если бы вы их поняли? Или он был более доходчив? Вот я услышал слово в опрошании о причинах, мне стало понятнее. Может быть, более иллюцированно, Костя, вот если ты принимаешь мою поправку, то опять же спасибо тебе. Ты стал понятнее через это мне, ну, через вот этот наш с собой маленький диалог. Правильно понял? Можно? Можно. В опрошании о причинах, мне кажется, очень важная вещь. И на самом деле, то, что говорила Надя про разрывы, да, а с разрывами как-то работает кто-то, Костя говорит, нет, не работает. Может понять, что он при этом говорит, когда говорит, что никто не работает с разрывами. Никто не работает за этими стенами, и сегодня пока никто здесь не работает. Что такое работа с разрывами вообще? Может, стоит понять, пока нет понимания, что стоит за этими несколькими словами. Но если мы поймем, может быть, это принесет нам пользу, может, мы завтра скажем Константин Филипповичу спасибо, если не хотим говорить этого сегодня. Спасибо, Константин Филиппович. Спасибо вам, что вы слушали. И спасибо за все. Очень много ссылок идет, обращений к нам из виртуального пространства. И они тоже, на мой взгляд, такие доброжелательные и посылают нас посмотреть какие-то там Google Docs, какие-то там видеоролики, что-то еще, как будто у нас для этого есть время. Спасибо вам, кстати, за эти и замечания, которых мы не все успеваем прочитать. И группы часто, кому адресуются ваши пожелания, этого не видят. Но тем не менее, я обращаю внимание, что да, это есть. Я думал, в докладе будет сказано вот чего еще. В докладе, что ребята, рядом с вами параллельно работает еще группа ваших товарищей. И они работают на вас. Есть ссылки, вот они одна, другая, там третья. Есть материалы, пользуйтесь, используйте, вам это может пригодиться. Как, я не очень понимаю. Давайте вместе, может, с вами понимать, как мы можем включить ваш потенциал, ваши ресурсы, ваши наработки в нашу работу. На самом деле не очень понятно. Но ведь было бы желание. Я информирую собравшихся, что кроме этого доклада, который в какой-то мере был сольным, есть еще групповая работа, она там строится очень тяжело, непросто. Ну просто как-то я чувствую это, что там все непросто. Там есть очень серьезные, очень глубокие люди, очень умные и очень нам полезные. А пользы нам пока от этого немного. Надо бы эту проблему решить. Вот этот разрыв коммуникативного, один из разрывов, наверное, о котором говорил Константин Филиппович, его бы надо как-то преодолеть. С двух сторон. Потому что вот ночью, если вот смотрите, читать, наверное, нельзя, спать надо ночью. Завтра утром надо работать. И как это с этим работой, с теми вашими пожеланиями, предложениями, продуктами вашей работы, я не очень понимаю, честно скажу. Но объявление я сделал. Ребята, нам помогают парни из интернета. Наши парни. Еще один момент, прежде чем закончить нашу работу. Хотелось бы, чтобы все выспались. Мы, конечно, просидели тут больше, чем 4 часа снова, вместо 3 подряд. Но в том числе и в наших руках наше счастье регламенты предлагаю соблюдать хотя бы от минимального количества сна, чтобы уехать в сон с здоровыми, чтобы не подскочило давление завтра ни у кого. Поэтому главное, мне кажется, если люди имеют право на сон с 12 до 8, то надо им это право предоставить и не мешать им спать. И самим себе не усугублять себе ситуацию. В этом смысле у нас сейчас должна быть в течение часа рефлексия. Может быть, ее стоит перевести на завтра. Но если у вас что-то назрело, и спать вам не хочется, вы, скажем, возбуждены какими-то событиями сегодняшнего пленума, может, вам и собраться в группах надо, но по вашему желанию. Собраться, разобраться с чем-то, чтобы запомнить это на завтра. Я бы только единственное, эту работу бы свернул до минимума. Надо не забыть завтра обсудить первое, второе, третье, четвертое. Все перечислили? Все. Пошли спать. И тогда этот список завтра будет проработан, чтобы не забыть. Вот если собрать именно те моменты, те вопросы, которые требуют обсуждения, а не начинать их обсуждать, потому что это новая возгонка, и вы не уснете до утра, потому что сон пройдет. Это плохо. Давайте уйдем от этого. А еще лучше, мне кажется, в этой ситуации довольно такой крайний, напряженный, не собираться сегодня даже. Рискнуть не собираться, идти спать, выспаться нормально, завтра собраться. И еще один вопрос хочу с вами посоветоваться. У нас заготовлено завтра как раз для перехода, для некоторого разворота в нашей работе такие события. Ведь завтра мы хотим, вот смотрите, по теме угрозы вызова ближайшего отдаленного будущего, мы хотим взглянуть на то, что мы до сих пор обсуждали, с другой точки зрения, сделать некий переход. И для этого у нас задумана экспертная сессия, может быть, она даже будет экспертной дискуссией. Завтра мы хотели вам предложить материал выступления Дениса Медоуза. Вот Геннадий Владимирович его предложил, мне кажется, замечательный материал. Это Римский клуб, вопрос, тема пределов роста, достаточно общая, но достаточно понятная картина, таких проблем и вызовов нашего будущего, всего глобального будущего, которая разрабатывается уже три десятка лет, четыре десятка лет, с 70-го года, да, и при этом многое начало уже сбываться, и надо, это надо учитывать как-то. Это пока мы сегодня не учитывали, мы пока программу смотрели, да, что в ней плохо, что в ней не хватает, что в ней лишнее, а вот этот переход позволит нам, мне кажется, осуществить как раз вот этот доклад Дениса Медоуза. 35, он сказал, минут порядка 40 на самом деле, да? Теперь, сегодня я поговорил с Геннадьем Владимировичем, он говорит, что мое сообщение, свернуть его, может быть, и можно, но по идее, чтобы оно сработало, оно занимает тоже порядка, тоже там 40 минут. Я испугался, думаю, ну, вообще-то 40, не 40, но вот, может быть, 20, может, как пунктиром назвать как-то, а потом пойдет разговор, может быть, тогда доизложить те недосказанности в докладе, чтобы мы вот не потеряли регламент. Ну, договорились мы так, то мы рассчитываем на час-полтора тогда эти два доклада, на час, если получится, и на полтора, если, если тоже получится, если оно того потребует. Немного ущипнем от работы групп, как и мы сегодня, кстати, сделали немножко. Ну, я думаю, это не страшно. Вот об этом я хочу договориться, но есть еще один момент. Если говорить про ту вот образную форму в виде вопроса заданного, что же будет с Родиной и с нами, на самом деле, есть еще один у нас докладчик, это запись выступления Михаила Хазина, экономиста, который предвещает мировой экономический кризис в ближайшем будущем. Дело в том, что вот этот доклад, я его искусственно перенес на послезавтра, но вообще по теме завтрашнего дня. И у меня вот такое ощущение, что если мы завтра его не выслушаем, ну, мы потеряем много. Я понимаю, что регламент никак этому не соответствует. Вот. А давайте-ка подумаем об этом завтра, как только мы вот эти час-полтора закончим и пообсуждаем, может быть, немного, что нам дальше делать, потому что как нам организовать работу, пока непонятно. Если все-таки будет востребован Хазин, мы включим ее днем. Если нет, мы ее включим вечером или послезавтра утром. Ну, вот такая раскладка. Пока мне непонятно. Мы еще сейчас предлагаем игротехникам собраться. И опять же, вот эти некоторые вопросы перехода на новый режим работы сейчас обсуждаем.